Виктор Ерофеев Виктор Ерофеев олицетворяет собой цивилизованного и полного юмора современного русского человека – Observer, Англия. Если бы Виктор Ерофеев хоронил только советскую литературу, туда ей дорога. Но он бросил камень в русскую литературу. За что? Нет, мне не за русскую литературу обидно. Мне за Ерофеева смешно. Умный же человек. Литературная газета. Москва. Вы, наверное, заметили, что иностранцы хвалят, а наши ругают. У вас есть какое-нибудь объяснение? Есть, конечно, завидуют. Виктор, ваши самые разнообразные критики и лицензенты все как один не отказывали вам, по крайней мере, в одном – в блестящей образованности. Поэтому нам хотелось бы, чтобы вы начали нашу встречу таким, может быть, служебным рассказом о себе, о семье, детстве, образовании. Образованность – слово страшное. Образованное звучит не гордо. Я думаю, что лучше говорить об уме или отсутствии его. Потому что если к кому присоединить образование, это что-то подает. А если образование присоединить к его отсутствию, это просто чудовищно. И если они не отказывают в образованности, только, наверное, потому что как-то по жизни так случилось, что я, наверное, прикоснулся к двум культурам. Вообще, на грани конца века литература лучше всего, наверное, работает в системе разнообразия культур, а не в монотонной культуре и не в однотонной. Дело в том, что так случилось по жизни, что у меня были такие как бы социальные и личные подъемы и такие довольно слаломные спуски. Я родился в семье, в общем-то, довольно угрожающей советской номенклатуры. Мой отец был переводчиком Сталина с французского языка и работал помощником Молотова многие годы. Поэтому в такой нищей послевоенной Москве, в общем, мы были в коммунизме. У нас был коммунизм. Вас, конечно, здесь в Саратове икрой не удивишь, но у нас в Москве было ее предостаточно. Мы были прелегированы в разных ситуациях. У меня было счастливое штанинское детство. Поэтому, в отличие, может быть, от большинства наших современных писателей, я прошел испытания детским счастьем. И, в общем, можно было расслабиться. Потом, после московского такого детского счастья, меня вытолкнул в Париж. Поскольку мой отец, дипломат, поехал работать советником советского посольства во Франции, в Париже. И мы прожили несколько лет в Париже. Икры там было меньше, но других красот и другого счастья было предостаточно. Я как бы из одного такого коммунистического счастья переплыл плавно в капиталистическое счастье. Причем французского такого толка. Значит, выучил французский язык как-то, само собой разумеющееся, так и произошел такой факт. И так вот, как бы, понял, что вот это и есть жизнь. Потом, когда я приехал в Москву, а родители сделали какую-то такую, в общем, может быть, глупость с их стороны, они отправили меня в обычную московскую, очень хулиганистую школу. Я приехал в Москву и понял, что тут вообще дела серьезные. Вот. И я, в общем, в общем, счастье кончилось. Школа была мрачная, драки были ежедневные. Меня, конечно, били за все. Я откупался сначала, на первых порах, жевательной резинкой, но жевательная резинка кончилась быстро. Вот. Поэтому били за все. И как-то я понял, что что-то тут не в порядке. И я как-то, естественно, совершенно стал таким детским советским диссидентом. Пытался объяснить, что есть другая жизнь, другие культуры. Меня еще, конечно, сильнее били за это. Вот. Так что я привык к этому битью довольно рано. С детства сначала к физическому, потом уже к критическому, такому, литературно-критическому. Отказался пойти по стопам отца. Да. Я понял, что, в общем, вот в нашем доме гости, которые приходили всех этих высоких рангов, в общем, много врали. Я это почувствовал каким-то своим ухом. Я отказался идти во все эти структуры. Мама моя обладала и обладает какими-то литературными наклонностями. Она научила меня читать. Я прошел все эти фазы от Канандолия и Жульверна к Ремарху и Хомингуэя довольно быстро. Вот. И уже в конце школы сам хулиганил, писал какие-то сочинения, за которые мне стали, конечно, или двойки, или тройки с минусом, потому что как-то уже воображение разгулялось. Я поступил на филфак. Это был 65-й год, вполне либеральный год еще. И поэтому, в общем, какое-то первичное образование было ничего. А потом, конечно, пошли тяжелые годы, 68-й, Чехословакия, сами знаете, что. В общем, зажим такой. И со мной учились интересные люди. И где-то уже к концу 60-х годов я стал писать. Я писал прозу. Проза, естественно, никуда не шла. Но вот критика меня затянула в критику по принципу, что можно в критике что-то было делать то, что нельзя было делать в прозе. И вот так жизнь покатилась, литературная жизнь покатилась по двум измерениям. Я сначала не понимал, насколько это было нужно мне, потому что у нас русские писатели в основном писали самородок. И 60-ники были во многом самородки, за редкими исключениями. И, в общем, какая-то образованность действительно пригодилась. Пригодилась. Я кончил филфак. И не без труда поступил в аспирантуру. Институт мировой литературы в Москве. И там я написал диссертацию такого немарксистского толка. Достоевский французский экзистенциализм. Такой на грани философии и литературы. И одновременно моим первым учителем, скажу честно и страшно, был маркиз Десад. Я из Франции как бы подцепил это влияние. Его только что напечатали во Франции. Он только что вышел как бы из тюрьмы запрета. Я его прочитал. И вдруг я увидел, что это то, что нужно. И то, что нам не хватает. Не в плане секса, не в плане какой-то вседозвольности. А в плане того, что он сконцентрировал мое внимание на то, что интерес к внешнему злу, который проявляла вся русская литература на протяжении всей своей истории, может быть менее интересен, чем интерес к внутреннему злу в человеке. И здесь через Достоевского, как вы видите, через диссертацию, через маркиза Десада, который сказал, что надо не идти моральными путями, а надо защитить себя от наказания и делать все, что ты захочешь. Я понял, что в человеке есть какие-то сложные и непонятные пути, по которым можно дойти довольно далеко, чтобы понять его сущность. Это было такое открытие. И я себе сделал первое какое-то такое имя в литературе, когда в 1973 году, обманув несколько раз советскую цензуру, выпустил свою статью, большое эссе. Первое, кстати говоря, не только в Советском Союзе, но и в России. О маркизе Десаде, который назывался «Маркиз Десад. Садизм и 20-й век». Это был 1973 год. Интересно просто, как это можно было обманывать. Во-первых, никто не знал, что вообще маркиз Десаде существует. Думали, что есть только садизм. А думали, что садизм по имени доктора какого-то, некого доктора, который обнаружил это. И когда я принес это эссе, вопросы литературы, то они сказали в ужасе. Что вы нам принесли? Уходите с этим эссе обратно. Я ушел. Да, подчеркивали везде, разрисовали все это эссе в ужасе. Я ушел на целый год. Через год я пришел, перепечатав то же самое эссе, принес ничего не меняя. Они сказали, ну, теперь гораздо лучше. Я ушел опять где-то почти на целый год. И уже где-то в начале 1973 года я принес то же самое эссе. Они сказали, ну, теперь можно над ним работать. Мы немножко поработали где-то, но, знаете, все-таки была советская цензура, что-то они, конечно, мне обкарнали. Но, тем не менее, вполне свободное эссе с некоторым действительно философским контекстом, то есть сад и европейская философия 18-го, 19-го, 20-го века появилось в 1973 году. И я вдруг стал вот на минуту знаменитым. И судьба, опять-таки, как-то очень так милостиво мне улыбнулась, потому что наши писатели, и Битов, и Трифонов, вот все те, которые тогда были прекрасны и знамениты, они вдруг сказали, смотрите, он еще аспирант, а чего пишет. И я вот через это, при том, что я уже писал прозу и довольно активно, я через это стал как бы литературной фигурой. Вот так что Маркиз де Сад. А какая-то итальянская газета потом уже через многие годы писали, пока все советские студенты изучали Маркса, Ерофеев изучал сада. И так, в общем, на самом деле и было. Сейчас я назову время и место, которое для уха советского небезразлично. Москва, 1979 год, через год будет Олимпиада, год Олимпийский, предолимпийский, через год будет ввод наших войск в Афганистан, через год не станет Владимир Высоцкого, вместе с ним хотим мы этого, или не хотим, целой эпохи в жизни, культуры нашей страны. Через два года не станет Леонида Ильича Брежнева. А 1979 год, Москва, это год разгрома альманаха «Метрополь», знаменитого самозадского альманаха, одним из главных организаторов и вдохновителей которого, и авторов был наш гость Виктор. Вспомните, пожалуйста. Я в это время жил напротив Ваганьковского кладбища, и каждое утро в окна моей маленькой квартиры неслась похоронная музыка. Хоронили и хоронили и хоронили людей. Обстановка была очень благоприятная для того, чтобы задумать альманах «Метрополь». Моя идея, в общем-то, надо признаться, что я его и придумал, альманаха. Конечно, я бы не сделал его один, я был слишком молод и слишком, все-таки, не знаменит. Но моя идея заключалась в том, чтобы соединить советских либеральных писателей с диссидентами и показать, что литературная цензура стала настолько жестокой, что новому молодому поколению русских писателей уже прорваться было невозможно. И я выстроил такой список людей, которые могли бы в этом участвовать. Я разработал эту концепцию и решил эту концепцию обкатать вместе с моим другом Василием Павловичем Аксеном, который был тогда абсолютно прекрасно знаменит. Мы вместе с ним лечили зубы в стоматологическом институте. Там был огромный кабинет без перегородок и стоял страшный зубовный скрежет. Мы сидели в соседних креслах, как сейчас сидим с Сашей, и я сказал, Вася, надо сделать неподцензурный, свободный, самоиздатский альманах, соединить таких-то и таких людей. И он сказал, это идея. И вот тут вот, объединившись под скрежет зубов, мы действительно сделали этот альманах. Мы пригласили третьим Битова, потом моего ближайшего друга, молодого тогда еще совсем молодого писателя Евгения Попова, который только что приехал из Сибири. Мы пятым взяли в нашу команду Фазилия Искандера, и у нас закрутилось это дело. Мы готовили этот альманах в маленькой квартирке, уже тогда умершей Евгении Семеновне Гинсбург, матери Аксенова. Это наша была штаб-квартира. Мы обросли большим количеством манускриптов. Мы хотели сделать это альманах не только вызывающего, но и высокого литературного класса. У нас было там, по крайней мере, четыре, если не больше, поколений писателей, от молодого Пети Кожевникова, совсем молодого, из Ленинграда, до уже патриарха русской поэзии, прекрасного переводчика Семена Липкина, которому было за 70. И мы вот такой команды, больше чем 20 человек, работали над альманахом. КГБ сначала как-то не верило в наши намерения серьезные, и поэтому оставляло нас довольно долго в покое. Поэтому мы могли этот альманах, в общем-то, достаточно серьезно подготовить, не находясь ни под каким давлением. Мы его выстроили еще по принципу также знаменитости. Мы понимали, что сильные имена, особенно в Советском Союзе, дают людям больше личной возможности отстаивать свои собственные права и права человека. Поэтому у нас был Ахмадулина, у нас был Вознесенский, у нас были, в общем, люди очень известные. С другой стороны, там были известные люди, которые никогда не печатались, как, например, Владимир Высоцкий. Владимир Высоцкий впервые в Метрополе опубликовал совершенно замечательные свои стихи. И были люди, которые вообще не выходили никогда даже на поверхность советской литературной жизни, как Юра Крыбчевский или Кублановский. И были молодые в то время тоже литераторы. И были люди известные, либеральные, сильные, но которые не могли смириться с тем, как корежила их цензура. Я имею в виду и Битова, и Скандера, и того же Аксюнова. В общем, мы готовили такую, мы знали, что мы готовили, мы готовили литературную атомную бомбу. И она в один прекрасный момент взорвалась. Мы были не наивные люди. Мы один экземпляр Аль-Монаха отослали во Францию, нарушая все советские законы незаконным образом. Другой, договорившись с американским посольством, отослали в Соединенные Штаты Америки. Вы, наверное, знаете это издательство, прекрасное издательство профера Ардис. В Ардис мы заслали туда. И затем объявили о том, что мы устраиваем вернисаж. В вернисаж открываем Аль-Монах. Пригласили всех космонавтов, Пукачеву, всех журналистов российских, американских, все прочее. И решили, что вот сейчас у нас будет праздник. Некоторые писатели не вошли не потому, что испугались, а просто тут было, конечно, много судьб. Тут переплетение массы. Вообще вся советская, антисоветская, внесоветская литература была задействована. Потому что Трифонов сказал, я буду бороться против них. Он никогда не убил советскую власть. Но я буду бороться на страницах подцензурных. И мы поняли. Акуджава сказал, вы знаете, я что-то смотрю, что я единственный из вас член партии. Я, пожалуй, не буду. Так что было и такое. Ну нормально, нормально тоже поддерживать. И так далее, и так далее. У кого-то вдруг вот выходила только что какая-то пьеса, как у Петрушевской. Она тоже в последний момент сказала, ребята, я, пожалуй, лучше в театре скажу то, что я могла сказать у вас. Но у нас было 20 с лишним человек. У нас даже был американский гос. Я Абдайк, не последний человек в американской литературе. Так что мы вышли. Когда мы решили сделать этот вернисаж в кафе «Ритм» недалеко от Меусской площади в Москве, вдруг, направившись туда, мы увидели большую надпись на кафе «Ритм» «Закрыт на санитарный день». КГБ закрыло. Утром пришла какая-то странная команда, объявила, что там в кафе слишком много тараканов. Видимо, имели в виду не только нормальных тараканов, но и нас тоже посчитали. Весь район был отцеплен таким каре милиции и каких-то странных людей, которые заняли все телефонные будки и куда-то звонили. Или делали вид, что звонили. И с тех пор начался погром. Значит, было... Политбюро, Политбюро, не более, не менее того, рассмотрел вопрос о метрополе на своем заседании и объявил, что это начало Новой Чехословакии. И у нас начались серьезные, надо сказать, совсем не литературные неприятности. Прошло много времени. Я с большим удивлением узнал, мне позвонили друзья, которые разгребали, значит, досье архива КГБ, что за мной ходили четыре человека. То есть я давал четыре... 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 Четыре рабочих места. Четыре рабочих места давал КБшникам. Мне присвоили почетную кличку Волон, что, в общем, надо сказать, довольно мило было с их стороны. И, в общем, не только телефонные разговоры записывали, но телефонные разговоры слушали живьем. Так что, когда им нужно было отлучиться, покурить, например, в коридор, то выдергивались телефоны. Звонить было невозможно. Но там всякие, что-то в машину вставляли, в общем, все покатилось. И надо сказать, что, как это ни парадоксально, самым большой жертвой метрополя был мой отец. Потому что он в это время был советским послом в Вене, в Австрии. Его вызвали в политбюро и сказали, вот если Виктор не напишет покаянное письмо, которое мы напечатаем в литературной газете, ты назад в Вену послом не вернешься. У нас возникла такая вполне ситуация, которая вполне напоминала ситуацию где-нибудь при нацизме в Германии. Такая жесткая ситуация. Отец вернулся из Вены и 40 дней провел со мной, работая со мной. Мы понимали, что над нами нависла настоящая катастрофа семейная. Я убиваю политически моего отца. Слава Богу, что советская власть была не только жестока, но и довольно глупа. Она показала, что дело не шуточное. Отцу предложили отречься от меня на коллегии Министерства иностранных дел. Отцу показали в КГБ вот такие оперативные сводки, что я каждые полчаса делаю. И он понял, что в общем напишу это письмо, не напишу, дело швах. И он однажды пришел опять-таки с какого-то заседания Политбюро абсолютно белый и сказал мне, мне кажется, это достаточно историческая фраза, он сказал, знаешь что, в нашей семье уже есть политический труп, это я, сказал он про себя. Но если ты напишешь это письмо, то у нас будет два политических трупа. Мне хочется поаплодировать, Вашим акцентом. Я хочу добавить, что он был абсолютно верный советский коммунист. И я думаю, что мы сейчас, когда прошло время, и мы иногда людей так делим вот на тех, которые как бы были коммунистами, некоммунистами, мне кажется, что людей надо делить на порядочных, на честных, на умных людей, и людей либо беспорядочных, либо непорядочных. Отец мне преподал в жизни очень большой и серьезный урок. Он оказался порядочным человеком. Его, конечно, выгнали из Вены, он потерял работу, конечно, там и меня выгнали, и Попова выгнали, и Союза писателей. Всех нас раздробили, разломали морально, казалось бы, но мудрый Семен Липкин, который был еще принят в Союз писателей Максимом Горьким за то, что хорошо переводил с языком Востока, он сказал, эта история хороша тем, что впервые за время советской власти, начиная с Кронштадтского восстания, сказал Семен Липкин, люди не раскололись. Нас били, сильно били, но никто из нас не покаялся, никто не написал никакого подлого письма. Мы выстояли, мы выжили. И это был такой удар не по советской литературе, потому что советская литература была разная, и были и хорошие там писатели, и разные. Это был такой удар по литературному истеблишменту, что советская вот эта официозная литература в 79-м году уже начала агонизировать, и до 85-го года это была агония. Потом она, к счастью, закончилась и дала мне возможность написать статью в литературной газете, может, кто-то из вас ее читал, поминки по советской литературе. Мне хотелось бы вспомнить такую очень значительную и как бы мало сейчас известную фигуру, которая участвовала вместе с вами Юрий Кропчеевский. Вы не могли бы несколько слов о нем сказать? Потому что вот его работа в воскресенье Маяковского, которая долго ходила сам издать, была в общем-то переворотом неким. Вы знаете, у нас в Метрополе были разные люди. Вообще, чем был важен Метрополь? Мы соединились не по принципу одной группы, как потом соединялись концептуалисты или другие школы, как постмодернисты объединялись, а мы соединились по принципу свободы. И у нас были люди, которые придерживались очень авангардистских взглядов, и были люди очень консервативные, пишущие такие, эстетически консервативные, пишущие стихи в традициях русской литературы. И Юра Крапчевский принадлежал к тем людям, которые эстетически были порядочные и консервативные. И он был человеком, для которого даже мы, в общем-то, не будучи совсем советским эстеблишм, но все-таки были немножко замоченные тем, что вот нас, по-моему, только до этого приняли в Союз писателей. Все-таки мы были членами Союза писателей СССР. Правда, меня приняли за статью о Маркизе де Саде, о Шестове, о Леве Шестове. То есть, в общем, статьи, надо сказать, прямо не советского толка, но тем не менее. А Юра вообще работал телефонистом, он работал телефонистом, не имел никакого отношения к советской литературе. И когда мы в квартире Гинсбург положили на стол все-таки пачки западных сигарет, все-таки у нас это водилось, он сказал, боже мой, какие вы снобы, сказал он нам. Он таких сигарет не курил. И он написал блестящую книгу, очень спорную. Я, в общем, почти не согласен с этой книгой. Он написал очень спорную книгу о Маяковском. Я считаю, что Маяковский это великий поэт, который сделал страшную ошибку, но за эту страшную ошибку он нашел, как расплатиться сам. Я думаю, что... Но книга тогда, конечно, о Маяковском вызвала бурю реакции. Вообще-то, вот такие люди были необходимы и сейчас необходимы литературе. Бескомпромиссные, абсолютно честные те самые люди, которые не думали о славе, а те люди, которые думали о развитии литературы. О Крабчевском. Да, я говорю о Крабчевском. К сожалению, как вы, наверное, заметили, я говорю все это в прошедшем времени, потому что Юра покончил с собой не так давно из-за каких-то семейных и личных обстоятельств, но это был очень светлый человек, и я очень рад, что вы его вспомнили. А, кстати, вы верите в такие вещи, как, допустим, некий мистический след, который тянется за Маяковским, и которые, как бы, людей, которые занимаются им и соприкасаются с ними, приводят к такому же концу, как и он, потому что Крабчевский погиб так же трагически. Я хочу сказать, что вообще писатель, если он писатель, а не просто человек, который чего-то пишет, он не может не верить в Бога, потому что, когда он пишет, он понимает, что слово связано не только с культурой, слово связано с той метафизикой, которая у каждого своя, и тут, тут, когда я писал красавицу, русскую красавицу, я понял, что, в общем, в какой-то момент не ты пишешь, а тобой пишут. И в этом смысле, когда мы говорим о мистике, метафизике, то я в это искренне верю. Единственное, что очень легко иногда как бы взять и передернуть из какого-то очень серьезного, глубокого и абсолютно индивидуального подхода это можно разыграть как какой-то такой праздничный номер. Вот я и метафизика, вот я и мистика. И сейчас я вам расскажу, как это. Это нельзя, этот опыт почти не передача. Он такой заповедный, он такой интимный, что, в общем, так сказать, такая интимная жизнь на физиологическом уровне это совсем не интимно. Это почти, так сказать, жизнь в обществе. Это не передаваемо. Но там очень глубокие связи и поразительные связи. И, может быть, поэтому литература вряд ли умрет, несмотря на то, что она сейчас не в самом сильном своем виде, просто потому, что через слово, как действительно сказал четвертый евангелист, мы связываемся с Богом. И, в общем, это, наверное, самое серьезное, что есть в литературе. Мы всегда плохо себе представляем, что такое литературное слово. Мы его часто путаем с журналистским словом, мы его часто путаем с пропагандистским словом, с логическим словом и прочим, и прочим, и прочим. Но писатели, наверное, вот как Платонов великий или как Гоголь, это те люди, которые становятся инструментом слова. И тогда слово, вообще у хорошего писателя слово должно быть больше, чем сам писатель. Оно настолько сильное, что писатель оказывается его просто инструментом. Человеку надо задавать вопрос, наверное, в той области, где он является экспертом, да? В двух словах, что такое Россия? Россия – это моя родина. Вот сейчас, в общем, стали печататься в книгах те слова, которые раньше звали непечатными. И появилось, скажем, такое выражение ненормированной лексикой. Как вы думаете, возможно, в дальнейшем такое, что, допустим, идёт передача, приехал писатель, вы сидите там, мы сидим здесь. И мы, как нечто собой разумеющееся, употребляем эти слова. Ведь мы их все знаем, правильно? На кухне мы позволяем. Там нас включают в прямой эфир, и они звучат в прямом эфире. Как вы думаете, доживём до такого или нет? Вы знаете, по переводам моих книг, я понял, что каждая культура по-своему работает с ненормативной лексикой. Например, в современной французской культуре мы с моим прекрасным совершенно переводчиком запутались, потому что они даже не знают, где ненормативно. Французская культура словесная настолько сильна, что она переварила все эти слова до такой степени, что мы вообще некоторые пассажи из моих книг не знали, как перевести. Мы не знали, где тут женское, где тут мужское. мы потерялись, действительно, потому что они насыщенно стали бы, эти слова получили такое метафорическое значение и так ушли далеко от вот той энергии грязного, уличного, ругательного слова, что потерялись. В английской культуре это иначе. Там есть слова, которые непроизносимы на публике, но, с другой стороны, там произносимы те слова, которые мы в прямом эфире, пожалуй, не произнесем. И иначе в Германии, иначе в Венгрии, иначе в других странах. Я не знаю судьбу матерного слова в России. Я вообще просто я заклялся вообще как бы выступать с какими-то пророческими вещами. Я думаю, что энергия... Я употребляю, да, ненормативную лексику. Некоторые считают, что я употребляю ее достаточно широко в своих книжках. Я никогда не употребляю эту лексику как ругательство. Я ищу в этих словах определенную мутную, грязную энергию слова, которая мне дает возможность выстроить напряжение между этой энергией и другой, которая есть в других словах. Да, я как бы опускаюсь и знаю, что это работает на определенных уровнях нашего современного языка. Я делаю это сознательно и чувствую, как бы пытаясь прикоснуться к этой энергетике. Я знаю, что, может быть, это вызывает осуждение. Я думаю, что русский язык может развиваться как наше общество, вообще как Россия, может развиваться в очень разных направлениях. Я не знаю, какая будет судьба французская или судьба матерного слова в России, которые просто... Вот выругаться нельзя по-французски. Ну, Нет, ну, есть слова, но они же такие, с нашей точки зрения, они просто... Ну, да, это как похвала даже. Вот. Или это будет... Английское слово тоже очень сильное слово. Я имею в виду сильное по своей выработанности. Российский литературный российская литературная сцена такая, если брать ее с точки зрения слова, она великая сцена. Вообще, русский язык... Я... Россия, моя родина, не только потому, что это моя родина. Россия, моя родина, еще потому, что слово русское великое. И это... Ну, вот тут я буду говорить банальности. Но дело в том, что оно, конечно, не настолько культурно отшлифовано и развито, как, скажем, в английском языке, которое имеет невероятное количество перекличек между высоким, низким, средним и все такими движениями, которые в России вот при всей такой подвижности языка пока еще... Об этом Набоков писал гораздо лучше, чем я сейчас говорю. Вот. Но мне думается, что если мы будем иметь тенденцию к развитию какого-то культурного гражданского общества, то мы с этими матерными словами справимся спокойно. А пока вот будут такие вот скачки и прыжки, которые мы видим социально-политически и все это, значит, мы будем получать эти слова в качестве дополнительной отрицательной нагрузки от родственников, от соседей, с улицей. И не будем справляться с ними. Не будем. Морально мы с ними не будем готовы справиться. Виктор, а вы не пойдете сейчас на рискованный эксперимент? А может быть, не пойдете? Ничего страшного. Правда, мы не в живом эфире. Вот трехтомник перед вами. Не могли бы вы сейчас найти какой-то момент, который не поддавался переводу на французский язык, потому что там язычиты? Я могу прочитать вам маленький рассказик, совсем маленький, крошечный. У нас до живого выхода пять минут. Пять минут, и я пойду на такой рискованный. Это будет как бы иллюстрация? Это будет такая маленькая иллюстрация. Да, есть такой один рассказ. Я не знаю. Рассказ называется «Очепенец». Пушкин. Пушкин. Какое русское ухо не навострится при звуке этого священного звука? Нет такого уха. Гоголь. Какой русский глаз не блеснет от этого магического слова? Нет такого глаза. Достоевский. Какая русская душа не задохнется от одного только воспоминания о нем? Нет такой души. Толстой. Какое русское сердце не забьется ускоренно при встрече с графом? Нет такого сердца. Плог. Какой русский мозг не держит в памяти его серебряные строфы? Нет такого мозга. Чаодаев. Какая русская бровь не поползет вверх, услыша его пленительную речь? Нет такой брови. Гермонтов. Какое русское горло не сдавит спазм восторга при его упоминании? Нет такого горла. Марина Цветаева. Какие русские православные губы не задрожат при мысли о ней? Нет таких губ. Булгаков и Зощенко. Какие русские щеки не затрясутся от неудержимого смеха и брызг? Нет таких щек. державен? Какая русская грудь не закричит от гордости при звоне этого хрустального сосуда? Нету такой груди чехов. Какой русский лоб не затаскует, не съежится при свисте этой сокровенной флейты? Нет такого русского лба. Великая русская литература. Какой русский хуй не встанет со своего места под музыку этого национального гимна есть один такой хуй. Мы встанем, а он не встанет. Мы все встанем, кроме него одинокий, жалкий, занедуживший хуй. Но если его приласкать, если по-человечески к нему отнестись, он тоже встанет. Как говорил Николай Николаевич Озеров, к нам подключилась большая группа телезрителей. Гость нашей программы Виктор Ерофеев. Мы в живом эфире, вы можете звонить по телефону и задавать вопросы. Виктор Ерофеев, за самый интересный вопрос, который вы зададите по телефону, звонок уже я слышу, дарит вам свой трехтомник с автографом. Ну и кроме того, человек, задавший самый интересный вопрос к трехтомнику, Виктор получит еще его фотографию тоже с автографом. У нас накопились... С насморком получит, конечно, у меня насморк, так что... Насморк... Ну не сильно. Ну такой, средний. У нас накопились некоторые вопросы, и просто изверживаются мы должны ответить прежде всего телезрителям в живом эфире, а потом вернемся к аудитории. Итак, Виктор, если вспомнить пословицу «Язык мой, враг мой» в применении к писательскому труду, то насколько ваш язык, стиль, созданный вами, ваш друг, а насколько враг? Эта пословица не работает по отношению к литературе, она работает на каждый день по отношению к жене и к соседу. Я думаю, что язык это не враг и не друг, это единственная реальность, которую писатель существует и он просто может, он может быть, писатель может быть врагом языка или его другом, и вот чтобы стать другом языка, надо проделать большую творческую работу. Спасибо. Это был друг языка Виктор Ерофеев. Далее, ваше отношение к творчеству наших Садур, Сорокина, Пелевина и так далее. Хорошее отношение ко всем трём. Мы с Сорокином даже в какое-то время выступали одной группой, Пригов, Сорокин, Ерофеев. Вот в прямом эфире даже могу сказать, что эта группа называлась ЙОПС. Не так, ты такое страшное слово, потому что ЕПС, ну, поставили ЙО для красоты. Вот, и мы ездили по городам и выступали такой группой. Так что, я считаю, что Сорокин, я вообще считаю, что писатель это тот, который создал какой-то свой мир, тот самый мир, который до него как бы не существовал в литературе. Вот я считаю, что Сорокин и Пригов такие миры создали. К ним можно относиться, к мирам этим по-разному, но не признавать того, что создан мир невозможно. Очень хорошо отношусь к Сорокину. Пелевин писатель с очень большим талантом, но я думаю, что тут еще должны быть какие-то движения в сторону, может быть, вот того самого, у него есть это чувство прекрасного языка, но в сторону какого-то такого, может быть, понимания, что с этим чувством можно сделать. Вот как-то этого пока при всем замечательности при всей замечательности его романа Чапаев и пустота. А что касается Садуров, раз тут о троих идет речь, то мне кажется, что если в России можно говорить о женской прозе, то она как раз хороша в этой роли. Спасибо. Вот здесь пошли несколько однотипный вопрос, но все-таки я прочитаю. Как вы относитесь к творчеству Распутина и Крупина? Почему их не издают? Вопрос может быть не к вам, но тем не менее. Второй вопрос. Вот это уже с этими людьми сложнее. Я могу сказать, что и Астафьева, вот как бы если брать вот тот широкий угол русской литературы, я ценю, и когда вот я сейчас только что выпустил книгу в нескольких странах о современной русской, то есть не о современной, а просто текстов русской литературы, просто потому, что много издательств как бы работало с моими текстами, я решил все-таки иностранцам показать современную панораму русской литературы. Там Астафьев у меня включен полностью как большой писатель и с его прекрасной повестью Людочка. А вот с Распутиным да простят мне вот не верю я, что это большой писатель. Вот не потому, что он там кого-то не любит или кого-то любит, но вот чего-то у меня может быть не понимаю чего-то, но не верю. вот и наверное с другим товарищем тоже у меня как-то не сложилось. Ну а почему их не издают в этой сейчас не будет. Не, ну почему плохо, что не издают. Надо издавать всех и я думаю, что мы просто как-то очень низко пали все в нашем невнимании к литературе, может литература сама виновата и надо издавать. Конечно, чтобы ну как там Петр Первый говорил, чтобы глупость каждому всякому видна была. Понятно, если их не будут издавать, они в свой альманах сейчас какой-нибудь издательский попробуют сделать, вспомнив ваш опыт метрополя. Так, вопрос. Дай бог. Вопрос. Конец века, даже тысячелетия, обустошительный смысл этого понятия трудно преодолим для человека. Что для вас означает эта фраза в нравственном, творческом, духовном смысле? Я очень серьезно отношусь к цифрам и к числам. Я считаю, что мы пленники этих чисел, вот мне скоро будет 50 лет, я знаю, что я буду жить, если доживу, буду жить иначе, потому что число, оно не возрастное даже, но число гипнотизирует людей. Да, и я думаю, что конец века, конец тысячелетия, как правильно сказано в этой записке, тут присоединяюсь без всякой лести, это испытание, потому что все равно в 2001 году как-то воздух переменится, потому что это будет другой век, независимо от того, что все даже будут носить, может быть, те ботинки, в которых мы сегодня одеты, обуты. Вот, что-то изменится, и как мы к этому отнесемся, не знаю, но я думаю, что надо загоди готовиться к переменам. Спасибо. Будем готовиться к переменам. Существуют шутливые наблюдения, будто таланты рождаются на свет парами. Леонардо, Микер, Леонжел Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов и так далее. А если бы у вас была возможность выбирать себе пару, кто бы это мог быть? Да за меня уже давно выбрали эту пару. Венедикти, Рафия, боже мой, все время склоняют. Венечка, и он, он, Веня такой, а я такой, Веня такой, а я такой. И вот моя пара, мы неразлучны совершенно. И Веня, к сожалению, умер, но дело его со мной живет. Меня постоянно путают во всех странах, на всех континентах. Я теперь автор и «Москвой петрушки», и «Русской красавицы», и все. Или иногда в гостиницу знаю. Ой, идите, подпишите. Чего подписать? «Москвой петрушки» и радостно достают. Страшно. И ну, очень, очень тоже помогает бороться с тщеславием. Помогает, хорошо так, хороший такой, контрастный душ. Думаешь, ты, оказывается, пролетел. Да. А насчет вот пары точной, потому что я думаю, что, опять-таки, где-то очень глубоко и, наверное, где-то на уровне, где-то, вот, на уровне какой-то глубинной антологии, вот этот вот близнячный, двойственный миф, это он, он сидит в нашем бытии и работает очень четко. И мы вот не заложники, а просто вот эта данность такая, вот мы этим мифом определяемся, и мы в нем, так сказать, прорастаем. Так что, так что вот так, наверное. А, кстати, вы были знакомы со своей парой, с Венедиктом Ерофеевым? У нас даже был вечер совместный в 87-м году, назывался «Два Ерофеевых». Это был мой самый провальный вечер. Пришли все его друзья, огромная аудитория, я там читал, читал, старался, старался, провалился полностью, не знаю, все. Вот, так что, вообще у нас была любовь в одни ворота, я его очень любил и ценил, он меня не любил и не ценил. Вот так уж, должен признаться, ничего другого не могу вам сказать. У нас даже нет после этого вечера даже совместной фотографии, потому что его потом облепили поклонники, я тоже там стоял, знаете, так в сторонке, подошел фотограф, значит, на цель, говорит, а ты отойди, 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 отойди в сторону. Ну, я вот отошел. Кстати, о фотографии, он не будет просить вас отойти в сторону, здесь ни в коем случае. И уже готовы фотографии, но о них позднее, а сейчас еще несколько вопросов. Вот тут я, может быть, даже и не стал читать, но раз он попался, не буду откладывать. Какой вы национальности, почему вы не уехали в советский период, когда вам было так плохо? Кстати, вы сейчас не уехали. Мне даже страшно сказать, какой я национальности. Я абсолютно русский. Абсолютно, стопроцентно русский, просто, в общем, дальше некуда. Но это даже легко проверить, потому что мои родители оба дипломаты. В то время, когда они были дипломатами, просто ни русских не брали в дипломаты. И я, так сказать, вот такой вот уж, такой уродился. Не уехал я, ну просто потому, я рассказывал историю альманаха «Метрополь». Представьте себе, моего папу выгоняют из Вены в Москву, а я что же, еду в Вену? Такое перемещение семейное было мне как-то эстетически некрасиво выглядело. Не уехал. Хотя били по морде сильно, и я очень сильно тоже старался бить в ответ, насколько МОП было в хорошей связи с прессой, с американской, бил, не посадили, наверное, из-за папы, то есть самортизировал папа, зато папу выгнали с работы из-за меня. Вот так мы и проболтались до перестройки. Могли посадить, ходили такие тучи сильные, надо прямо сказать, но и занимался следователем по особо важным государственным преступлениям. Все было нормально, нормально, вот, но не уехал, и сейчас очень рад, что не уехал, потому что эмиграция для писателя это испытание уже не успехом, а это испытание, в общем, языковое испытание. Это очень тяжело, очень тяжело. слава Богу. Слава Богу, что перестройка, ну вот, перестройка не в плане вот этой мути, а слава Богу, что какая-то свобода пришла. Я многое не люблю в новой жизни, но вот свободу, если с ней не вольница какая-то, не это вот безобрать, а вот эту свободу, если быть на уровне свободы, это это большой подарок российской судьбы. Вот вопрос довольно забавный. Чем хороша русская красавица? Ну, видимо, поскольку кавычек и большой буквы нет, вероятно, имеется в виду ничем хорош ваш роман, а чем хорош тип русской красавицы, на ваш взгляд? Ну, если, как бы, вроде бы вопрос не шутливый, но тут надо, скорее, шутливо ответить. Можно сказать, что действительно на экспорт можно, Россия лучше всего поставляет икру и русских красавиц. И действительно огромное количество иностранцев переженилось на русских красавиц. Казалось бы, чего же там есть француженки, итальянки, огромный экспорт, красавицы идут в Италию, например, летив в самолете, одни красавицы сидят русские в этих норковых итальянских шубах, уже купленные итальянцами. Вот, и так далее. В общем, думаешь, чем же так, чем же так хороши русские красавицы? Ну, во-первых, потому что они красивы. Вообще, приезжаешь на Запад и понимаешь, что русские женщины красивые женщины. И это, надо сказать, не легенда, не миф, не выдумка. Русские женщины очень красивы. А во-вторых, у русских женщин есть воображение, чем они отличаются тоже от многих западных. Надо использовать, это воображение в разных, конечно, можно по-разному использовать, но вообще воображение есть. Есть какая-то раскрытость к миру в той степени, которая не позволяет западным женщинам раскрываться. Там очень жесткие, прочерченные социальные стрефы, и, в общем, там остается много есть хорошего в русской женщине, и с умом тоже дело обстоит совсем не трагически. В общем, и писать о русской женщине очень хорошо. Я вообще считаю, что нас от советской власти спасла русская женщина, а не академик Сахаров и диссидент. Я объясню, почему. Потому что русская женщина в какой-то момент и очень точно поняла, что для нее частная жизнь, любовь важнее коммунизма. И тут сломалось, спотыкнулось советское общество через русскую женщину. И спасибо русским женщинам за любовь. Я думаю, что аплодируют и русские женщины, которые сидят перед экраном, не только наша аудитория. Вопрос вроде бы простенький, но, как я сейчас считался, может быть, не такой простой. Наделяли ли вы своих персонажей своими взглядами на жизнь? Если да, то что это за персонаж? Ну, самый, наверное, автобиографический образ, который у меня есть, это русская красавица. Спасибо. Вот вопрос с вашей цитаты. В выступительной статье к четырехтомнику Набокова вы написали о нем «Счастливый отпуск аристократической семьи Набоков провел свое детство поистине в земном раю, что не могло не отразиться на его духовном воспитании. Соотносите ли вы понятие земной рай, а значит, видимо, и земной ад с какой-либо социально-политической или духовной ситуацией? Существуют ли в вас эти понятия на эмоциональном, а не на интеллектуальном уровне? Ну, вообще, конечно, в аристократии конечно, рай ближе к аристократии, чем, например, к другим прослойкам, даже к интеллигенции, например, ближе. Я тоже был борчук такой, правда, номиглатурный, не аристократический и в этом смысле, конечно, более ущербный, чем Набоков. Но, конечно, хорошо, когда много денег, когда красивые машины окружают, это все хорошо. Банально прозвучит, что можно быть счастливым в любой положении. Конечно, можно быть в любом положении. Хорошо, когда есть переизбыток каких-то жизненных энергий, а не их недостаток. Хорошо, когда пишешь с этим переизбытком, как писал Набоков. Поэтому, вообще, как бы, социальное счастье, оно нужно. Я думаю, что русская литература не всегда была права, когда говорила, что познай жизнь, а значит, как горький, уйди вот куда-то тут на Волгу, жить с бурлаками. Я думаю, вспомните Пруста, Пруста видел жизнь удивительным образом, никто так ее не видел в аристократических салонах, и дал нам примеры поразительных персонажей, просто показал нам жизнь в этом измерении. Не надо тут мерить жизнь только человеческими перегрузками. Я очень уважаю людей, которые борются в жизни в самых неимоверных условиях, действительно, уважаю, не болтаю зря по этому поводу, но я также иногда и сочувствую, потому что знаю, как это безобразно трудно дается. Кстати, вопрос к этому вашему ответу. Скажите, если бы у вас не было такого прессинга, который вы выдержали в тех условиях, стоялись ли бы вы как писатель личности? Прессинг мне помог, только папу жалко. Понятно. Вот вопрос, предупреждаю сразу, что члены редколлегии журнала «Волга» находятся сейчас не только у экранов, но и в этой аудитории. И так, как вы относитесь к литературе Боровикова и к саратовскому журналу «Волга». Но саратовский не совсем точно конечно не назвали, но тем не менее. И редакция в Саратове находится. Я к саратовскому журналу «Волга» отношусь очень хорошо. Я считаю, что это один из сильных русских толстых журналов и знаю, как тяжело русским толстым журналам сейчас. Поэтому мне кажется, что этот журнал по своей ориентации журнал не врущий. И мне, когда у меня есть возможность его читать, я читаю с интересом. И вообще мне кажется, что мы сейчас скажу банальность, но мы недооцениваем силы, интеллектуальные силы русской провинции, недооцениваем не только в Москве, вообще и за границей недооценивают и все. Но надо сказать, что и русская провинция не так раскрывается, как могла бы. Так что тут хотелось бы, чтобы шло с двух сторон. Спасибо. Член редколлегии журнал «Волга» аплодирует отдельно. Он в единственном числе по-моему сидит, поэтому робко аплодировать в одиночестве не хочет. Понятно. Вот вопрос. Когда вы говорили об «Альманахе Метрополь», вы вспомнили Юрия Трифонова несколько слов о нем. Юрий Трифонов никогда не был заядлый футболист, может, вы знаете. В общем, когда я приходил в период «Метрополя», мы с ним подружились, и я очень ценил. Он абсолютно иной писатель, чем я. У нас были иные литературные ценности, но человеческий это был удивительно чистый человек. Юрий Трифонов, когда включался телевизор с футболом, он переставал быть писателем, он был болельщиком. Но я с удивлением и даже с некоторым ужасом заметил, что он никогда не болел за советские команды. Я подумал, что он все-таки был покруче диссидентом, чем я. Меня все-таки увлекали какие-то советские игроки. Он болел за Швецию, за Чехословакию, за кого угодно. Я подумал, что все-таки жалко, что не дожил, потому что сейчас уже за русскую команду легче болеть. Трифонов когда включался в футбол переставал быть писателем и становился болельщиком. Есть ли такие конкретные моменты, когда вы перестаете быть писателем и становитесь чем-то? Есть, но я не все расскажу. Что нибудь? Ну что, это антимный вопрос. Понятно. У нас еще много звонков, но вот что я хотел бы вам предложить. Виктор, нам звонят постоянно, а давайте попробуем сделать следующий эксперимент. Он несколько рискованный, но если не изменяет память, вы где-то сейчас я не буду вас цитировать, но говорили, что художник может абстрагировать эту ситуацию, имеет право быть вне обычных понятий морали, грешить сам, питать сам свою творчество. И при этом он ведет себя несколько неучтиво. Ему это позволено. Давайте попробуем повести себя несколько неучтиво и сделаем рискованный эксперимент. Вот сейчас мы сами позвоним в живом эфире по телефону с громкой связью какому-нибудь телезрителю, а может быть не телезрителю, просто какому-нибудь жителю города Саратова, но чтобы не выбирать просто номер АБКК, мы сейчас наберем ваш... Извините, пожалуйста, перезвоните по другому аппарату, это нам сейчас потребуется. А может быть вот это ты и звонил, чтобы сказать неучтиво. Тогда мы ему сейчас перезвоним. Так вот, мы сейчас наберем ваш московский номер телефона, это абсолютно неподготовлено, мы сильно рискуем в живом эфире, потому что ваш московский номер телефона, но поскольку в Москве семизначные номера, у нас шестезначные, без последней цифры. Причем очень удачно, что ваш номер начинается с цифры 24, с числа 24, потому что у нас в Саратове есть абоненты телефона, которых начинается с этой цифры. То есть мы сейчас набираем в живом эфире этот номер и разговариваем, кто подойдет к телефону, смотрит ли он сейчас нас или не смотрит, а может быть вообще не знает, чем мы здесь занимаемся, что он нам сейчас ответит, на какой лексикой будет пользоваться, может быть, той ненормативной, в которой вы используете в своих произведениях. Не знаю, но мы рискуем, да? А говорите, я буду или вы? Оба. Оба будем рисковать. Номер мы не обнародуем, поэтому хотя бы человек, если он будет ругаться, будет анонимно ругаться. Поэтому мы... Нет, это звонил не он, вероятно. Если никто не подойдет, мы продолжаем отвечать на телефонные звонки. Ну что же, очень обидно, Виктор, нет, видимо, как бы тезки. Можно, конечно, сделать последний решающий бороздок, позвонить в Балаково и там набрать пятизначный номер. А если вы знаете, я сейчас это сделаю, а пока, Виктор, я... Я звоню. Пока я звоню Балакову, вы ответите на вопрос, который пришел. Опять-таки, он как бы к тому же принципу, который задавались, но все-таки, как вы относитесь к творчеству Куняева, Белова и как вы относитесь к их антисемитским выходкам? Пожалуйста, я набираю набираю Балакову. Но я к любым антисемитским выходкам отношусь плохо, поэтому не знаю, связывает ли это конкретно с этими двумя людьми или гораздо более распространенным, так сказать, числом людей, которые позволяют себе эти выходки, я отношусь плохо. А что касается творчества, то понимаете, это тоже часть нашей литературной жизни, эти люди, и такая уж часть, вот нам вот такие, вот такая часть, все нормально. Белов поначалу, мне кажется, был интересен. Спасибо. Виктор, давайте мы хотя бы какой-то вклад внесем в это дело. Может быть, у вас телефонов? Я просто думаю, как назвать человека, который живет с вами по одному телефонному номер, ну там земляк, допустим, это понятно, сосед или человек по одному адресу, как-то понятно, по одному телефонному номеру, давайте попробуем внести этот вклад в русский язык в нашей программе, и мы, к сожалению, после этого покинем вас, уважаемые телезрители, но временно. Да? Добрый день. У вас вопрос к Виктору Ерофееву. Пожалуйста, я вас слушаю. У вас буквально одна минута. Понятно, я вас понял. Спасибо. В одной из газет была заметка о экранизации русской красавицы. Я отвечаю за Виктора, потому что у нас осталась одна минута. В недавней комсомолке было написано, что он только что вернулся из Италии, где как бы забраковал исполнительницу главной роли. Это правда? Ну да, но дело в том, что она румынка и рекламировала лифчики. Если прочитать роман, моя русская красавица никогда не носила лифчики. Я не знаю, хорошо это и плохо, но это была его такая вот... Ну вот, ну как же... Не состыковка была получилась. Понятно, спасибо. Я думаю, что вы найдете исполнительницу главной роли, а мы уступаем свое место в эфире. Всего доброго. До свидания. Да? У вас вопрос, пожалуйста. Я просто хочу узнать... Да. Никого не... Родные или не родные? Ну все Ерофеевы родные. Между прочим, Ерофеевы это греческая фамилия, мы же ведь это боголюбовые. Эра это Эрос, Тео это Бог, так что мы боголюбовы. Ну как же... Родные, наверное. Оставь телефон, позвоню после передачи. Телефон, пожалуйста. А что пить-то будем? Какой напиток? Ерофеевич. А у нас есть водка Ерофеевич, между прочим. А? В любое время я всегда должен... Я говорю, Николай, а что пить будем? Какой напиток? А? Какой напиток ты любишь? Что мне купить? Какую бутылку? Да ну... Ну чего? Ну что? Ну скажи. Николай, я позвоню после передачи. Спасибо за звонок. До свидания. До свидания. Так, Надежда, забирай, пожалуйста, телефон. И вообще, наверное, телефон надо включать, потому что пора бы уже дать слово и нашей аудитории, да? Мы с этим согласны или нет? Тогда аплодисменты. Пожалуйста. В своей книге «В лабиринте проклятых вопросов» вы посвятили целую статью Иосифу Бродскому. А были ли вы знакомы с Иосифом Александровичем лично? И каким поэтом вы его считаете, русским или поэтом-космополитом? Спасибо. Я Бродского немножко знал. Нас познакомил Евтушенко в 1966 году. Я был студентом первого курса. Вот в 1965 поступил, в 1966 году Евтушенко прочитал мою курсовую работу, которая называлась «Неологизм у Хлебникова». И пожелал меня видеть. Я пришел к Евтушенко, я был 17-летний мальчик, да? Я пришел к нему Евтушенко был великий поэт современности. Ну вот, я сидел, еще на улице был дождь, очень много натекло у меня воды с ботинок. Я сидел вообще красный, как рак. Мне было очень стыдно за поведение моих ботинок. Вот. И мы только начали разговор, что-то он мне хотел сказать по поводу этой курсовой работы, которая попала не от меня. Ну, так сложилось, да? Судьба. И вдруг отворилась дверь, и в дверь вошли Аксенов и Бродский. И я тут уже понял, ну все, ну все. И Евтушенко показал на меня, сказал, а вот это гениальный исследователь Хлебникова. И они так на меня посмотрели дико оба. вот. И мы Евтушенко, значит, было, конечно, как Евтушенко, вот, что тут добавить нечего. Вася был похож на боксера тогда, Аксенов здоровый, он был такой мужик, а Бродский был самый тихий из них, он только что вернулся из сервенной ссылки, и вообще идея встречи заключалась в том, чтобы напечатать его, протащить его публикацию в юности. И мы вчетвером пили джинный тоник до упада, до утра, и вот перезнакомились. И к концу, к концу, не знаю, что даже, как сказать, это уже утро было, птицы чирикали изо всех сил. Значит, я, может быть, от испугу менее пьяный, чем другие, переводил им с английского очень лестный американские отзывы о всех троих. И они говорили, а вот смотри-ка, они обо мне лучше пишут. И вообще было замечательно такое, вот это было, вот это было, вот то, что замечательно было в шестидесятничестве, вот это было какое-то, это такая, вот была какая-то удивительная близость общения этих людей в тот момент, и казалось действительно, что дружбы не будет конца. Потом они между собой все пересорились, передрались. мы с Аксеновым сделали Альманах Метрополь вот оттуда, с этой встречи. Вот, с Евтушенко мы не виделись много лет, потом я написал статью о нем, которая называлась «Е между Г и Д». Догадайтесь по буквам, что я хотел сказать. Вот, ну, Е это Евтушенко, а Г и Д тут какие-то не очень, не матерные, но не очень приличные слова. И он мне не простил это и поливает меня до сих пор, но я написал о его автобиографии, мне книга эта не понравилась. Вот, и мы, значит, с ним враги теперь, а Бродский прошла вся жизнь, значит, Бродского, и мы в Торонто в 95-м году, в 94-м, нет, в 94-м году нас обоих с разных концов земли пригласили участвовать на самый такой престижный литературный фестиваль года. Это проводится в Торонто, так, на озере Антарио. И я вот увидел Бродского второй раз, он мне сказал, он мне сказал, не обращайте на меня внимания, это не я, это моя оболочка. Я так устал, что говорит с вами моя оболочка. Ну, я подумал, ну, Нобелевская премия, оболочка, даст уже хорошо. Вот, значит, мы поговорили с оболочкой, вот, он был очень, очень другой, очень, очень другой, чем тогда, в 66-м году, вот, а потом мы, значит, мы на скоростном, да, а в 66-м году еще было замечательно, мы с ним вместе погрузились в такси, уже такие сильно пьяные, под утро, ехали в сторону Белорусского вокзала, и я сидел впереди шофером, а Бродский так красиво так сидел сзади, и вдруг из него какие-то потекли какие-то звуки, я так нервно обернулся, какие-то странные звуки, он мне сказал, не волнуйтесь, это я стихи сочиняю, я вот, я тут же протрезвел, конечно, это было очень сильно, и вот, а тут он вот был во всевеличии Нобелевской премии, мы разговаривали так, я так понял, что передо мной Бог, и я так сразу быстро выстроил какую-то референтную группу наших знакомых, там, того-то, 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 и говорю, вот, знаете, Иосиф, вот, а вот этот вот, у него сейчас такая операция, у него там с головой очень плохо, и оболочка, она так мне сказала, но этот выживет, ему еще рано, умирать, ну, хорошо, вот так вот, вот, а потом мы ехали на скоростном лифте, и уже все, я понимал, что там банкет, он там будет самой большой звездой, и, естественно, уже разговор кончался, я говорю, Иосиф, а вы, говорю, помните, вот тот вечер в 66-м году, когда мы пили джин, и обсуждали ваши, возможность публикации стихов, а я уж понимал, что там два врага, Аксенов и Евтушенко, и вдруг вот, и вдруг он так улыбнулся, я понял, что вот какой-то момент, он перестал быть оболочкой, и дверь, лифт открылась, и мы пошли в другой мир, на этом все кончилось, вот такая была, а что касается, это не литературная, как бы, обработка, так было, у меня два раза я его видел, живым, а что касается моему отношению, ну, во-первых, там статья есть, которая, и так и называется, по-цветаевски, поэта далеко заводит речь, поскольку Бродский писал на удивительно прекрасном русском языке, конечно, он удивительно прекрасный русский писатель, и вообще язык, это главный определитель принадлежности к культуре, и тут никакие другие критерии не работают, он замечательный русский писатель, не космополит, уж точно, вот, у меня непростое отношение к нему, но я считаю, что он великий современник, был, и останется великий поэт. Скажите, пожалуйста, соотношение к статье Павла Басинского в литературной газете, которой мы, честно сказать, потрясены. Я его не знаю лично, он мой литературный враг, у меня много врагов, вот это поколение, которое чуть помоложе меня, там много врагов у меня из критики, все пишут довольно большие гадости, вот. Вообще, я, как бы, я принял такую позицию, что я своим критикам не отвечаю, просто никогда не отвечаю, потому что, вот, страшно вступить на эту территорию, территорию, в общем-то, надо сказать, не самого, не самого такого, как бы сказать, творческого свойства. Но, если вы не читали эту статью, то могу сказать, что перед вами сидит самый главный бандит, не в плане бандит, что там что-то написал, а написав статью «Поминки по советской литературе», как пишет уважаемый критик, «я захватил все пространство советской литературы как авторитет, в бандитском смысле, как пахан, и теперь распределил всем роли, вот тут Сорокин, тут Садур, там Крупин и все прочее, и вот, значит, все они как бы, ну-у, а вот я вот сижу и вот такой, и надо сказать, что это, и он там, это большая статья, вообще-то тоже замечательная, эта статья написана к семилетию моей статьи «Поминки по советской литературе», это просто как в советские времена, там, к 124-летию со дня выхода статьи, там, Маркса, или еще что-нибудь, вообще-то это какой-то дань такой перверсивного уважения, что даже становится страшно, а тут вот возвращаясь, вот просто как, вот это, значит, эта статья произвела впечатление не только, значит, на вас, и спасибо, что вы так подружески отреагировали, а мои немецкие издатели сейчас послали телегруппу Москву снимать, потому что выходит страшный суд на днях выходит в Германию, они послали, и они, эта телегруппа звонит и говорит мне, назовите каких-нибудь ваших врагов, ну, я говорю, ну, вот, Зюганов сказал, что я враг русской культуры, ну, ну, Зюганов, понятно, а это самое, кто-нибудь еще, ну, я говорю, вот только что Боасинский такую написал статью, ну, у меня, конечно, не было его телегруппу, они тоже просто, это такой брак настоящий, или только он служебный, а так вы в субботу, в воскресенье рыбу уловите, я говорю, это у вас так в Германии такие враги, а у нас, у нас более серьезные враги, вот, ну, я нашел сам, откопал телефон своего врага, отдал этой съемочной группе, они перезвонили ему и сказали, вот мы снимаем сейчас такой фильм документальный на телевидении Аэрофееве, и это самое, примите ли в этом участие, он так радостно, да, да, а ему говорят, и гадости скажут, он скажет, сколько угодно, они позвонили и говорят, хороший парень, он пригодится нам на фильме. Эти рецензии, вы знаете, это, писатель, это, это живое тело, а не мертвое, и поэтому, чтобы быть живым, это очень важно, чтобы писали разное, очень страшно, когда пишут только хорошо, очень страшно, когда пишут только плохо, а важно, чтобы писали разное. Русская красавица вышла на 27 языках в разных, самых-самых разных странах мира, писали о ней разные вещи, и надо сказать, что мне очень помогла враждебная критика наша, очень помогла, это не какой-то такой, знаете, в общем, как бы, спасибо за такую ненависть, спасибо за такие страшные слова, потому что это, в общем, показатель того, что куда-то это залает в подкорку, и рождение такой чистой ненависти, это не только зависть, которую я так заметил несколько небрежно, а это значит, что есть какие-то болевые точки в нашей культуре, о которых действительно есть смысл подумать и поговорить. Запад, конечно, ко мне относится более благодушно, и, в общем, есть страны, где действительно я, эта книга стала бестселлером, просто, и не только «Русская красавица», просто замечательно все шло, и я, я не хочу сказать, что у меня был какой-то уж такой ни с чем не сравнимый успех, но я понял, что это такой успех в жизни, и прошел испытание не только вот этой травли, которая была вполне тяжелой, потому что она была семейной травмой, эта травля, ну и испытание успехом, которое, надо сказать, не менее тяжелое испытание, чем испытание жесткой советской системы. Я хочу сказать, что я до сих пор радуюсь, хотя понимаю, что эта радость жестокая и необычная, когда вот, например, только что в «Новом мире», вы, наверное, может быть, и видели, появилась разгромнейшая статья на этой трехтоме, которая называлась «Русский сад» или «Ерофеев без алиби», или еще какие-то «В дружбе народу» были жуткие две статьи, еще, 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 и я просто понял, что если пишешь, то надо к этому быть готовым, надо понимать, что вот эта ненависть это диалог с собственной культурой, это диалог с собственной культурой, не только любовь, за любовь тоже спасибо, конечно, и есть, и есть люди, которые как-то это ценят. Я, наверное, я все-таки расскажу, что я делаю в литературе, потому что в критике, значит, я что делал? Я вот второй том целиком посвящен критике, там 28 статей. Я написал честно, откровенно и с большим пиететом о тех людях, которых я люблю. Там есть Шестов, там есть Розанов, там есть Гоголь, там есть Флабер, там есть Селин, там есть тот же Маркиз де Сад, там есть Чехов, там очень много писателей. Я написал и пытался объяснить что-то, почему и как и зачем они, эти писатели, мне дороги, зачем они мне тоже дороги, зачем именно как литературу. Но я хочу сейчас уйти от литературы ведения, поскольку здесь, в общем-то, гораздо более простая игра. Я что-то читал, я чего-то научился, и тут, в общем, как бы может произойти какая-то лекция, я хочу пойти в более сложную зону, и хочу рассказать о том, что я делаю в прозе. Что я делаю в прозе, то есть рассказать то, что я, в общем-то, не делаю очень часто, потому что, когда думаешь о том, что ты сам делаешь, то, в общем, можно себе самому немножко и навредить, потому что анализ здесь иногда бывает анализом, в общем, который какие-то приемы фиксирует, а в прозе, в принципе, фиксация приемов это уже распад прозы. Я хочу сказать, что я категорически отвергаю литературу, и отвергаю это очень спокойно, без всякого пафоса, без всякого крика, я отвергаю литературу, которая выстраивает отношения писатель и аудитория. Вот эта литература мне совершенно категорически чужда. Я выстраиваю другую и хочу выстроить другое отношение. Писатель и читатель конкретно как личность. Я пытаюсь работать с читательским подсознательем, подсознаем. Я пытаюсь найти какие-то инструменты чисто литературного свойства, которые позволяют моей прозе внедряться в подсознание читателя не для того, чтобы его разрушить, или не для того, чтобы туда впрыснуть какой-то какой-то, скажем, наркотический наркотический элемент. Я пытаюсь войти в подсознание читателя своей прозы для того, чтобы найти диалог не на уровне сознания, потому что этот диалог отшлифован огромным количеством писаний разных писателей, а именно диалог подсознаний, на котором бы читатель мог что-то понять о себе такое, что он, может быть, не всегда знает, и чтобы этот разговор был очень-очень предельно откровенным. Вот это вот как бы мой принцип. Как это случается, если вы читали что-то, жить с идиотом, и что оттуда шло это все, от самых разных моих вещей, это как бы, так сказать, можно увидеть. Иногда это какая-то, некоторые называют это шокирующие, там есть много шокирующих вещей, может быть, так сказать, некоторых слишком это даже и шокирует сейчас, но я очень горжусь моим успехом в Голландии, я в Голландии один из таким довольно известных современных писателей, которые прошли через сексуальную революцию, через наркотики, через все освобождение, и которые на премьере оперы Шнитке «Жить с идиотом» аплодировали в течение 40 минут. Я горжусь этим потому, что я считаю, что здесь вопрос не шока, а здесь вопрос какого-то, 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 не знаю какого, потом кто-то оценит, а может никогда не оценит, но какого-то открытия, когда люди через эту прозу или прозу, которая заправлена в замечательное русло Шнитковской оперы, или просто через прозу что-то узнают о себе. Культура, я вам скажу, вообще опасная вещь, поэтому не надо думать, что культура это то, что должно настолько моментально, совершенно сразу же взбодрить и дать нам какую-то простую энергию. Культурам опасны и Ницше опасен, и Сад опасен, и Сартр опасен, и Гоголь опасен во многом. Поэтому не надо думать, что, так сказать, культура это вещь для всех. Некоторые на эту культуру могут реагировать болезненно, и даже для некоторых это может быть разрушением. Но я считаю, что, в принципе, сейчас культура, которая работает с сознанием каждого человека и которая откровенно говорит о сознании и подсознании этого человека, дает импульс некоторой энергии, которая необходима для выживания этой культуры. То есть я считаю, что в этой культуре есть какие-то возможности продолжения. Я считаю, что наша литература не потому сейчас так захерела, что все кончается эролитературой, а начинается эра телевидения. Нет, я считаю, что наша литература завяла потому, что в ней нет источников энергии. Литература это огромное месторождение, освоенное только пока что на одну треть. А мы, многие из наших писателей, копают в той одной треть, которая уже освоена. Есть другие источники энергии. И простой пример. Раньше вот наш Пушкин, один Пушкин по энергии своей был такой же, по энергии, по такой национальной силе, он был так же прекрасен и велик, как четыре английских Битлз. Вот он держал это вот энергетически. А сейчас получилось так, что один Битл становится равен четырем поэтам. Значит, 16 поэтов это вот группа Битлз. мы теряем эту энергию. Поэтому говорят люди, вот, литература уходит, литература, мы теряем, нам это не нужно. Нет, тут виноваты писатели, а не читатели. Виноваты тем, что эти источники не ищут вдохновением, ищут так себе вяло, думая, что достаточно хороши уже освоены масса тех самых источников, можно продолжать. Нет, вот сейчас на грани веков надо искать абсолютно что-то новое. И только тогда литература выживет, и я уверен, что она может выжить. Я уверен, потому что там заряд и слова, которые связаны с метафизикой, и возможности романа, рассказа, даже эссе очень большие. Не безграничные, ограниченные, но надо и можно искать. И вот я это делаю. Насколько получается. Виктор, сейчас вы говорили о шокирующем действии своих произведений. Я думаю, что вы имели в виду ненормативную лексику, которую вы там употребляете. Какие вещи наиболее шокирующими вы считаете сами у себя и программируете любых? Я думаю, что самым шокирующим в моих произведениях, назовем их произведениям, поскольку как бы там разное есть. Даже слово писатель звучит слишком высоко, а с другой стороны, литератор как-то звучит никак. Поэтому тут иногда творчество страшно по отношению к себе сказать, а вроде бы сказать ремесло это не ремесло. Так что если я буду произносить какие-то высокие слова, не думайте, что я куда-то слишком улетаю. Я хочу сказать насчет произведений. Самое может быть шокирующее, что в них есть, это то, что иногда как-то получается, так удается, что в моих произведениях есть показ той неадвакватности, которая есть в каждом из нас. Мы себя не видим такими и даже приблизительно не видим такими, какими мы есть по нашему сознанию, уж тем более почти неконтролируемому подсознанию. И когда вот в этих рассказах или в двух романах в «Красавице» и в страшном, особенно в страшном суде, я пытаюсь открыть вот эту неадекватность, то это шокирует, потому что тот устойчивый образ, который складывается в головах каждого из читателей, конечно, это вызывает протест. Как же? Я ведь и жизнь не такая, и я не такой, и отношения не такие, и это протест. Но я еще хочу тут добавить, потому что я действительно выступаю очень откровенно перед вами. Не потому, что я экзибиционист и готов тут раздеваться в плане творчества, но мне кажется, что иначе разговора нельзя. Чего надо было ехать из Москвы, чтобы что-то там рассказывать такое, что вроде бы могли сами узнать и без меня. Я хочу сказать, что есть два типа писателей. Есть писатели, которые используют слово как лопату. Вот поздний Маяковский, вот трагедия его, когда человек роет каналы для лучшего будущего, которое вбивает в голову прекрасно, гениально, очень сильно, одновременно, конечно, саморазрушается. То есть писатель прекрасно владеет словом, лучшие писатели замечательно владеют словом, и они прорывают, они говорят, вот вы здесь, пойдемте со мной, я вам покажу, как быть лучше, что делать, ну и там, кто виноват, ну сами знаете, все эти вопросы. И можно увести, и действительно, какая-то манипуляция словом может происходить, просто, так сказать, движение, и тут ты себя чувствуешь пастырем, и как у нас многие писатели начинают, и девушки пишут тебе письма выходить, или замуж, не выходить, и многие другие письма пишут, вот, и это получается, и насыщаешься таким тщеславием вообще, и вот эти суки тщеславия так и капают из многих литераторов, как вы, наверное, сами видели, вот, а есть другая позиция, она, в общем, такая, она сформулирована, точнее всего, сформулирована Цветаева, Цветаева сказал, помните, поэта далеко заводит речь, не поэт заводит речь далеко, а поэт заводит речь, и это позиция есть у раннего Маяковского, его статья Чехова, перечитайте, это позиция есть у Бродского, всю жизнь, всегда, она была, это когда ты настраиваешься, вот о чем я немножко упомянул, но хочу сейчас сказать чуть поподробнее, когда ты пытаешься быть инструментом этого слова, когда ты хочешь, хочешь действительно, и, в общем, почти униженно просишь о том, чтобы слово проходило через тебя, и ты хочешь выразить то, что это слово может дать, в определенном контексте культуры, это очень важно, нельзя сейчас быть толстым, это невозможно, надо быть тем, кем тебе определено время, Пикассо, может быть, хотел быть Ремброттом, но он стал кубистом, и время так определило, и все это, и вот тогда, когда ты хочешь стать инструментом слова, вот тогда ты чувствуешь, что ты абсолютно несовершенный сосуд, и тут никакого нету числа, а наоборот ужас, что ты недослышиваешь то, что это слово хочет тебе сказать, ты все время что, что, как, как, и вот какая-то такая, и, конечно, тут есть, это не то, что все время мучаешься, это не так, а есть такое ощущение какого-то той концентрации, когда ты понимаешь, нет, я все-таки простой и смертный, нет, мне все-таки не дано столько таланта, нет, я все-таки этого не могу сделать, просто потому, что я не могу, и тогда это уходит от тщеславия, это вообще вносится все вон, и тогда единственный ответ ты держишь перед этим словом, и насколько это получается, и, и вот так, и больше ничего, а что получится, уже как-то когда-нибудь разберутся кто-нибудь, если захотят. Спасибо. Виктор, скажите, пожалуйста, вот тут критики, которых процитировали, считают, что вы покусились на русскую литературу, вот считаете ли вы так сами, что вы на нее покусились, и как вы объясняете, почему критика считает, что вы все-таки на нее покусились, я думаю, здесь дело не, наверное, не в вашем стиле, и не в количестве, ненормативной лексики, потому что вы не один, так сказать, в этом плане отличаетесь. Понятно. Вы знаете, ну, всегда хочется за поддержкой как бы обратиться к любимым. Набоков сказал, что развитие в литературе это ход конем, то есть это не движение пешки, а движение не прямое, и поэтому когда в литературе делаешь ход конем, когда не развиваешь то, что есть, а как-то перепрыгиваешь через что-то, то в общем надо быть готовым к скандалу. И я думаю, что вот, наверное, если так вот суммировать то, что произошло, тот скандал, который существует между мной и русской культурой, он построен на этом. А если говорить с точки зрения содержания, то кратко можно сказать так, что наша великая русская литература, будет сейчас много возражений, но я просто прочерчу мысль, и исключения оставим, сразу, большие исключения сразу оставлю, конечно, за рамками этой мысли. Наша великая русская литература, исповедующая философию надежды, что завтра будет лучше, чем сегодня, и так далее, и так далее, пронизана почти вся эта литература. Эта литература искала внешнего врага для того, чтобы выжить. И правильно делала, потому что, может быть, без такого внешнего врага нам, может быть, было трудно выжить. Искала внешнего врага, иногда увлекалась, и куда-то мы улетали с внешним врагом очень далеко, но, в общем-то, даже при Достоевском, даже при его наличии, мы считали, что внутренне мы чисты, мы прекрасны, и настолько обстоятельства так замутнили. И это была, может быть, одна из самых тяжелых ошибок русской литературы, если брать ее как философскую позицию, а не как стилевую. Стилевая позиция, она прекрасна русской литературе. И вот, когда дело дошло до меня, то я эту позицию как-то вот с помощью сада, с помощью еще кого-то, и сам по себе вот бросил это вызов. Я сказал, что и с помощью, может быть, даже Евангелия, потому что Христос говорил о том, что внешнее зло, вспомните, сейчас не буду цитировать дословно, а просто скажу, внешнее зло это даже и не зло, это так вообще. А вот внутреннее зло, вот оно. И я стал писать, а внутреннее зло это страшное дело, потому что внутреннее зло, это значит, что философия надежды у вас как бы вот такая, отнимается моментально. Потому что вы знаете, что есть вещи, с которыми невозможно справиться, есть понятие маразм, который не соответствует гордости за человека, есть понятие ограниченности возможностей, есть понятие внутренней нечистоплотности, которая нас посещает вне зависимости от общественных ситуаций, и многое, многое, многое другое. И если туда углубиться, то там можно встретиться с очень такими сложными вещами. Не для того, чтобы унизить человека, но просто я считаю, что если русская культура бросила клич великий, что надо спасать Россию, спасать человека, то надо все-таки приглядеться более внимательно к тому, что есть этот человек. Не для того, что, повторяю, не для того, чтобы унизить. Это слишком легкая позиция. И такой позиции прибегают некоторые. И было такое, что вот, мол, просто выброшу, так сказать, вот такой клич, что вот такой вот человек грязный и все, и долой. Нет. А для того, чтобы понять, что это такое. И вот когда туда заворачиваешь, туда заходишь, там, в общем, встречаешься. И зло рождает очень многие странные вещи, потому что, конечно, зло живописно, оно красиво пишется. И, кроме того, зло еще завораживает просто. В общем, тут надо работать так, чтобы тебя не затянуло. Затягивает иногда. Просто затягивает со страшной силой. Ну, вот, не знаю, опять-таки, вам судить, что получается. Но вот такая вот, она раздражает всех. И наших шестидесятников раздражает. И почему я вызываю такое раздражение, настоящее раздражение, потому что это не устраивает и моих, вот, так сказать, друзей. Мы остались друзьями, но раздражение это нарастает шестидесятниками. Это либеральная литература тоже. Это, конечно, почвенники наши, которые, как же так вообще, у нас все в порядке. Вот. Я имею в виду по культуре. Нас, так сказать, мутит, опять-таки, внешний враг. И так далее, и так далее. Но это очень сложный вопрос, как бы, выживания культуры сегодня. Потому что, если мы будем опять врать или не понимать того, что мы спасаем в нашей культуре человека, каким человек не является, если мы не расширим представление человека, то значит, мы, в общем, будем создавать, мы будем создавать иллюзии. Западная культура подхватила нашу культуру, очень оптимистическую культуру, потому что она была только одним из приправ общей культуры. Вот тоже нужна была философия надежды. Я, к сожалению, философ и преподаватель, поэтому коротко не могу задать вопрос. Буквально несколько слов предварительных вот какого рода. Вы говорили, вернее, я хочу сказать сначала, что вы, ваши коллеги, ваши ближайшие друзья страшно помогали мне как лектору, потому что, когда мне становилось совсем уже невозможно, мне достаточно было процитировать проездом, предположим, рассказ Сорокина или какой-нибудь кусочек завернуть из вашей русской красавицы, и как-то получалось, что это пристойно, потому что литературный сюжет, и он как-то выручает, это у нас принято. Одно время мы даже хотели образовать философское общество именно имени Ирины Таракановой, но потом как-то жизнь стянула, и может быть мы еще вернемся к этой идее. Но я вот о метафизике, о которой вы говорили в начале, и я внимательно слушала ваш текст, у вас все время из меня посыпалось, вот я вот хочу так сказать, а я работаю последнее время над проблемой власти текста. Меня тексты стали тяготить, они властвуют, понимаете, они мучают, они заставляют, ну вот не в том только смысле, в котором вы говорили, поэтому я хочу теперь задать вот вопрос какой. Когда вы говорите, что не вы говорите, а вами что-то говорит, и когда вы ссылаетесь на метафизику, ну я-то знаю, что метафизика-то бывает верка, но, к сожалению, метафизика низа. Вот есть ли у вас хоть какая-то уверенность в том, что то, что вы говорите, есть близко к метафизике, но не дьявольских сил этого мира, а сил возвышенных. Ну то есть, что именно, чувствуете ли вы, что именно говорит, потому что именно от этого зависит ваше право сослаться на Евангелие или процитировать в этом смысле какие-то другие, ну что ли, выручающие вас исторические аналогии или вашу суперзащиту метафизическую такую. Я понятно выразилась? Спасибо. Понятно. Говорите, и, конечно, отвечать на это надо. Ну, как, вы знаете, что я друг моих друзей, когда Альфред Шнитке прочитал «Русскую красавицу» и сказал, что это светлая книга, я считаю, что он мне дал очень много именно той энергии, которой мне не хватало. Когда вчера мы в Саратове говорили о страшном суде и человек, который тут сидит в этом зале сказал, что это светлая книга, для меня это тоже кусок большой энергии. Понимаете, я верю в то, что эти люди что-то чувствуют. Понимаете, я, помните, как кончается красавица, она говорит, я вижу свет. Вот. Я хотел бы вы знаете, энергию, конечно, вы правы абсолютно, теперь, если говорить о другом, энергия действительно идет не от себя. Это точно. Я могу о чем угодно лукавить, врать и все. Могу сказать, что писатель свою энергию не берет от себя. Это писать из себя, это можно или повторяться, потому что энергии мало, или, в общем, врать, делать вид, что есть энергия. Не хватает энергии. Просто человек, который, отвечаю за писательство, просто мы слабые люди, не хватает, надо подпитывать. Ну, не вурдалачить, не этого, но вот нужна подпитка, нужны батареи. Я не знаю происхождение всех моих батарей. Не знаю. Я не буду врать. Но я вам могу сказать, что я открыл очень много источников энергии на Востоке, как раз, а не на Западе. И с помощью, кстати говоря, моего друга, вот еще один друг, Бориса Гребенщикова, который мне это помог сделать. И я нашел энергию, ну, сейчас я буду говорить, как полный идиот и сноб, но да, я нашел энергию в Непале, вот в Непал меня тянет, да, да, в Гималай, ну, вот так вот, ну, чего говорить. Но там есть эта энергия, там заряжаешься этим. Да, вот я съездил один раз на Тибет, вот, один без Гребенщикова, я был в Хассе, и должен вам сказать, что я зарядился какой-то колоссальный. Откуда это? Не знаю. Но это вот, это та энергия, которая мне дает. Вот я следующий понедельник еду в Индию снова, и, да, это не потому, что я буддист, я не Гребенщуков, я не буддист. Вот, но там, там есть энергия. И есть энергия, вот каких-то, вот когда вы сказали, хотели создать общество Ирины Таракановой, для меня это энергия. Это не лезть, это не это, а вот что, вот значит, когда вы создавали, та энергия до меня доходила. Понимаете? Вот это вот и есть там метафизика, потому что эту энергию считываешь, как сканером прочитываешь, откуда-то она, она идет. Но когда я говорил о зле, то я тут скажу, что попитка злом тоже идет, когда пишешь о зле. То есть зло репродуцирует зло и говорит, пиши о нас, пиши о нас больше, мы тебе будем давать больше энергии. Тут можно на этом тоже свихнуться. но это вообще это очень заветное, вообще, ну вообще, что-то я разоткровенен, извините, потому что это, это, тут надо аккуратно быть со разговором о батареях, потому что так могут, знаете, все свет отключить очень быстро. В вашей статье о добычине в самом начале было такое небольшое рассуждение о стиле, а там были определения стиля. Вот я хочу спросить вас, а вы как-то определяете для себя, что такое хороший стиль? Это вот из-за разряда трудных вопросов. Вы знаете, просто ухом не знаю, как определить, потому что ведь иногда графоманско-тарабарский стиль очень хороший, он хорошо звучит и очень нужен, он хороший, а иногда крепкий ремесленник, абсолютно пишущий, вроде бы, хорошим стилем, он никто в литературе. То есть, просто по какому-то звучанию нету объективных критериев, есть, во-первых, вот создание какого-то собственного мира литературного, создания, вот то, о чем я наговорил, ну и некое безумие. Вообще, писатель ведь, что говорить, сумасшедший человек, это точно, это точно, по безумию определяющему и словесному безумию. Так я бы сказал, добычен великий писатель. Мы мало его еще знаем, но мало написал, но он в 30-е годы один из, у нас была сильная литература, он один из великих. Он создатель того нейтрального стиля, который потом где-то французы нашли уже с, ну скажем, с Камеуранем, а он был раньше и с Камеуранем, например, с посторонним. А у него этот стиль это стиль, когда нейтральный стиль, это когда вроде бы описывается все под одну гребенку, и человек под пояс попадает, и палец уколол, и все прочее, но вот эта как бы нивелировка иерархий в стиле создает какой-то поразительный эффект живой жизни, который происходит в нашей голове, которая совсем не реагирует так однозначно на происшествия, как бы нас направляет перспектива классической литературы. Это очень четко сделан Добычин, и надо сказать, что Каверин, с которым мы были знакомы, и перед его смертью даже, я бы осмелился сказать, дружили, Каверин считал, что Добычина это просто номер один русской литературы 30-х годов. У меня такой вопрос, вот недавно в передаче «Один на один», ну, сравнительно недавно, где вам пришлось отвечать в том числе и на какие-то критические нападки, вот прозвучала такая мысль о том, что обвинение вас в плагиате, в частности, о том, что русская красавица якобы позаимствована у Горького, по-моему, да, в частности, что вы можете сказать по этому поводу, и такой еще небольшой вопрос, пользуясь вашей классификацией, как вы оцениваете свое место в современной все-таки культуре, русской в том числе, то есть я хочу спросить, вот один Ерофеев, это сколько Бетлов, по-вашему, это раньше? Вот, нет, там все-таки там не было такого, не от того, что я хочу как-то вывернуться, нет, там не было обвинения в плагиате, там просто главный редактор независимой газеты Третьяков сказал, что красавицу он причитал с интересом, но вот у Горького есть рассказ, где гораздо более лаконично и гораздо более интересно написано то, что русская красавица, так что так, он так сказал, девушка и смерть, например, ну девушка и смерть, да, но он назвал другой рассказ, мне даже что-то, честно говоря, не помню какой, вот, но моя мама бросилась, слушала, бросилась, вещь ему прочитала, позвонила мне, говорит, нет, это хуже, чем русская красавица, так что видите, надо и маму поддерживать, вот, так что здесь семья поддержала, вот, а насчет, да, и, нет, плагиата не таких вот как-то обвинено, вот, посмотрите, сами русская красавица трудно как-то, вот, было другое, было долгое время ощущение у каких-то моих вот таких недоброжелателей, что где-то есть западный писатель, знаете, вот, которого тщательно, тщательно скрыт от нашего простого советского взора тем, что он не переведен на русский язык, и что вот Ерофеев очень так скрупулезно, и, значит, из него переписывает, вот чего-то такое, вот он переписывает, переписывает, вообще такая легенда как бы существовала долгие годы, ну, вот, она мне очень нравилась, эта легенда, что вот есть такой писатель, ну, не знаю, я честно скажу, что, в общем-то, этим не грешил, а что касается энергии, то я хочу сказать, вот тут довольно дерзко, что эта проза моя, как бы, как бы, как бы она кому-то не нравилась, все, она весьма энергетина, там с петлами можно посоревноваться, можно. Вот вы сейчас вспомнили об издании Страшного суда в Германии, но ведь там, по вашим же словам, предлагают сделать чуть ли не 50 купюр, да? Да, это было, вы понимаете, дело в том, что мы всегда думали, что мы единственные люди на земле, которых цензуируют, а потом я, когда советское, меня, конечно, как вы поняли, не выпускали, вот эти годы, с 79-го по 88-й, меня не выпускали, потом случилось такое странное в моей жизни событие, президент Регин приехал в Москву и пригласил меня на ужин с Горбачевым. Я был, не я, потому что Регин не читал ничего, да я ничего там, вот, но я был представителем такой либеральной, российской, полудиссидентской интеллигенции. Я, значит, попал на этот вечер, тогда еще КГБшников было огромные, такие тучи кружили над этим вечером, и этих церушников тоже, вообще, ну, замечательно. А вечер был, ну, конечно, не я был один, там было еще народу, но небольшой, поэтому, и меня тут же на следующий день все простили, как бы, позвонили в Союзу писателей, приглашали вступить в Союз писателей, там, сказали, вот в Америку не едете, то хотите, поезжайте, там, ну, так сказать, открылись все абсолютно горизонты и все. И я, конечно, с некоторым придыханием поехал в Америку, потому что американские писатели меня спасли. Когда меня выгнали из Союза писателей, было очень тяжело, пять американских, нет даже, шесть американских писателей на первой странице Нью-Йорк Таймса написали, значит, такую телеграмму, значит, требую, чтобы меня в Союз писателей восстановили. И это было серьезно. Там был Абдай, конечно, наш друг по Метрополину, там был и Артур Миллер, и Вонегуд, и там был Стайрон, в общем, сильная команда такая. И Союз писателей дрогнул, надо сказать, потому что они сказали, не восстановите, мы тогда печататься в Советском Союзе не будем. Это был сильный такой выпад, они меня... Я ехал вот туда, в Америку, и встретился, и встретился, действительно, с Артуром Миллером, и многих американцев, великих американских писателей, как, например, Филипп Рофф, встретился, и многие, многие, многие. Но, вы знаете, я, когда приехал в Америку, я понял, что там тоже неблагополучно. Потому что Америка, Америка, это не Европа, Америка разворачивается к вам очень, сначала очень, очень щедрой стороной, и меня приглашали сразу печататься в лучших журналах, и все прочее. Я начал сотрудничать, и смотрю, не идет у меня. И они как-то не туда, не туда. И я понял, что вот в эти годы, и сейчас это все больше, и это, к сожалению, надо сказать, и все, вот возникла эта вот пресловутая политическая корректность. Та самая, значит, корректность, которая распространяется не только на половые связи между, значит, между студентками и профессорами университетов, но и распространяется на концепцию культуры, которая должна иметь воспитательное значение. А если нет, то, извините, мы вас не печатаем. И здесь были, у меня начались столкновения. Я все меньше, меньше, меньше в Америке печатался, и вообще ушел, почти ушел. Я почти не пишу. Вот сейчас пишу какую-то, вот, предложили мне автобиографию для Нью-Йоркера писать, это спасибо им. Вот, а вообще, так сказать, почти не пишу. А Германия мне, наоборот, давала очень много работы, особенно в те времена, когда у нас вообще нельзя было заработать ни копейки, а немцы давали мне очень много работы. Просто давали, я писал очень, и пишу очень много для немецких журналов и газет. У меня даже своя колонка есть там, в одной, еженедельники. В общем, я пишу. Вот, а когда пришел Страшный суд, то мне издательница, моя, которая со всеми моими успехами германскими, она мне сказала, мы будем делать купюры. А я сказал, почему? Она сказала, мы знаем свой рынок книжный лучше, чем вы, и мы сделаем вам на счастье купюры. Мы вырежем, и вас будут любить. Этот роман пойдет лучше. А я тогда сказал, вы знаете лучше свой рынок, а я знаю лучше свой роман. и давайте разберемся тогда. У нас была настоящая такая схватка, ну я тренированный все-таки с метрополита у меня были, знаете, борьба так, с цензурой. Мы дрались, 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 и я сохранил, все, все, ничего не выброшено. Только в последний момент, когда я вот ей позвонил, она сказала, ну вот тут все-таки мы кусочек один выбросили, выбросили один. Ну вот так. Но там была политическая корректность. Они говорили, что дело не в сексуальном, дело не в агрессивности, дело не в насилии каких-то сценах, а дело в том, что надо культуре немножко как бы учить. А там где куски, где какая-то, так сказать, они видели такую некультурную работу с моей стороны, они их убирали. Ну вот, я считаю, что это очень, это сложно разговаривать, тут вообще можно на эту тему прочитать целую лекцию. Я считаю, что такой культуры, я считаю, по крайней мере, это мое мнение, что такой культуры не должно быть, вот такой вот воспитательной. Детские книжки, да, там воспитание в семье, да, оно должно быть именно воспитательным, но дайте читателю возможность встретиться с писателем таким, как этот писатель хочет выйти к нему. Дайте, и пусть читатель сам. А не цензурируйте, не мешайте этой встрече. Вот на Западе это сейчас. И вы знаете, разница. Советская цензура, когда печаталась, я вот в Новом мире еще до Метрополя, когда меня печатали, они так уводили глаза так в сторону, говорили, Виктор, ну выбросите это, ну знаете, меня выгонят с работы, ну знаете, ну, я думал, жалко редактору, что-то вычеркивалось, действительно. Но я имею в виду, я говорил о критике, я прозу не печатал в Советском Совете никогда. А эти такие прямые, они смотрят тебе в глаза и говорят, выброси. Почему? Не годится, культура не годится, не примет. Это такая цензура, знаете, она иногда более жесткая, причем, иногда так с ностальгию думаешь, какие они там были, ничего себе еще. Ну и, конечно, это шутка. Вспоминая свою предыдущую программу, у нас было четыре актера из театра на Таганке, сейчас к Метрополию вернусь, и вы уже, наверное, предвосхищаете мой вопрос, четыре актера из театра на Таганке, Губенко, Демидова, Золотухин и Смех, последние вообще считались друзьями Высоцкого, особенно Золотухин. Ну, они рассказывали о Владимире Семеновиче по-разному, каждый по-своему. Было бы очень интересно услышать теперь взгляд писателя. Я вам скажу, что я не знал Высоцкого до Метрополя, и мы с ним общались последний год, и даже последний год его жизни мы вместе справляли Новый год, вот 80-й роковой год мы справляли вместе в Красной Пахре, ну, вместе, то есть, не мы с ним вдвоем, а большой компанией, там была и его жена Марина Владя, и Аксенов был, и Трифонов, в общем, вот такой компанией был, справляли мы Новый год на дачу Володарского. Вот, и ну, что, во-первых, это красивый человек, в том смысле, что он не делал красивые жесты, но вся то, что я видел на него, вся манера поведения состояла просто из красивого поведения, это было красиво, но это эстетически, это было эстетически правильное какое-то движение человека, это вот, когда Высоцкий вместе с Аксеновым вошли, чтобы Высоцкий познакомиться, раздался такой стук в дверь, и мы спрашиваем, кто там, и голос Высоцкого говорит, это здесь делают фальшивые деньги, понимаете, это вот такое снятие такого какого-то напряжения, это вот в этом уже был полет такой, замечательно, да, и он написал песню о Метрополе, надо сказать, написал, и пел нам куплеты, что стало с этой песней, я не знаю, я никогда ее не слышал, я не слышал, то есть у него было несколько куплетов, вообще он пел нам и пел в этой компании Метропольской, и вообще он очень этим делом загорелся, и немножко тоже подправлял, есть такая хорошая фотография для меня очень ностальгическая, она опубликовывалась несколько раз, где мы стоим троем такие заговорщики Аксенов Высоцкий, и я еще такой молоденький, и вот, знаете, так я бы сказал, вот он был, я не сказал, что душа Метрополя, нет, но это был человек, который как бы отдал нам часть своей души Метрополя, он был, конечно, удивительно, удивительно знаменитый, мы как-то ехали с ним вместе на аэродром, мы летели куда-то вместе, и стояли перед Внуковским аэропортом, стояли, разговаривали, и потом прошло минуту-две, я так поднял глаза, вокруг нас стоял человек двести, и смотрел так, на него, так, это тоже производило впечатление, как он абсолютно элегантно, абсолютно без какого-то жеста такого, мог вот переносить это, в общем, я не говорю, там, слава, тяжелый, все, ну, как он нормально чувствовал себя, в общем, и это было тоже, тоже было красиво, надо сказать, что он, я как-то, не знаю почему, где-то симпатизировал, потому что вот, вот эта история с отцом, и вообще, я как бы предателем был собственного как бы класса красной буржуазии, и его тоже вот такая симпатия, такая вот поддержка, когда человеческая, там, театринка, вообще, таганка нам очень симпатизировала, мы вот в этот год, еще таганка не рассыпалась, и мы туда ходили, как вот, тоже за какой-то энергией, вот, на таганку, и вот, Володя был, вот, человеком, который организовал для нас эту театральную, очень важную, поддержку, я знаю, что они ему выкручивали руки из-за метрополя, я знаю, как они это делали, и надо сказать, что Высоцкий, не будучи никогда, вот, чисто, он не очень любил политическое диссидентство, зная, не в смысле, что кто-то другой занимается, он сам для себя не любил, потому что Вы сами знаете, что в песнях у него это гораздо больше и гораздо эстетически более правильно все сказано, но в Альманахе метрополе он был, в общем, он не ломался, не убегал, не прятался, это был, он держал, продержал всю эту линию до конца, так что вот такое некоторое измерение неожиданное, когда это, он сделал такой гражданский поступок в кругу друзей, конечно, Ахмадулина, там, Аксенов, близких друзей, он это сделал, это, конечно, это, это была важная поддержка, и, может быть, нас тогда не уж так до конца разгромили, тоже из-за того, что было его имя вставлено, понимаете, не потому, что это имя очень много значило для них в плане номенклатуры, мы говорили жуткие гадости о нем, надо сказать, жуткие гадости, писали, когда разразился метрополь, о нем писали в год его смерти, писали чудовищные вещи, как о блатном, хамском, и т.д. человеке, но поддержка от того, что он был народный, конечно, народный человек, то есть, его народ знал, он нам отдал эту поддержку, то есть, он нас поддержал не хуже, чем американские писатели, и, конечно, это был поступок. Когда вы рассказывали о том, с каким успехом были приняты ваши произведения за границей, все-таки мы должны думать о том, что там своя культура, свой уровень, европейский, скажем, ну и, возможно, они воспринимали, преломляясь через эту культуру, пытаясь понять Россию через ваше произведение. Мы же воспринимаем как наше произведение, наше, вот, нутро. И возникает сразу вопрос, если мы отрекаемся или отодвигаем предыдущую литературу, которая жила, скажем, надеждами, как вы говорите, устремляясь и нацеливая, и будем создавать и жить литературой, которая существует сейчас, вот наша обстановка сейчас, и она описывается, скажем, в произведениях нынешних, применяя подсознательный уровень, но это может быть не так опасно, а вот эту нетривиальную лексику. Нет ли опасности того, что мы останемся и окажемся в царстве хама? Потому что, когда читаешь такие произведения, воспринимаешь это уже постепенно как норму, и мы начинаем думать о том, что это естественное поведение человека, и остаемся в этой области. И таким образом наш уровень опускается ниже, ниже, ниже. Ваше произведение предполагает высокий уровень культуры, или они вообще не учитывают эту ситуацию? Дело в том, что я сегодня отвечаю, так сказать, не на уровень такого стёба, можно, конечно, было и так легко как бы отмахнуться от серьёзных вопросов, а говорить, так сказать, игриво. Но я сегодня так как-то въехал в неигривую такую, поэтому я хочу сказать, что, в общем, если хотите понять, что я делаю, лучше, так сказать, посмотреть это в таком, тогда что-то выстроится. я к хамству отношусь плохо, я не считаю, что я работаю на развитие хамства в России, я не считаю такого, я отношусь к матерному слову как только к вспомогательному элементу того, что можно там было бы назвать собственной поэтикой. А как относится к этой поэтике ваша любимая читательница? Я тогда отвечал, как бы парафразируя Есенина, которого спросили, кто ваш любимый читатель, он сказал, мои любимые читатели, да и красивые еврейские девушки. Вот, это был, мне запало это в памяти, я, так сказать, как-то так ответил, потому что в этом тоже была своя правда. Я, знаете, я, вот, как вам сказать, вот как прозаик, вот, Метрополь была большая, конечно, политическая такая акция, и важная, но, как прозаик, я на этой акции скорее провалился, потому что, когда прочитали Дрёну Феню, когда прочитали другой рассказ, там еще, и еще, и, в общем, как-то они сказали, что это он такое пишет, то вот этот вопрос, который вы задали, был не единичным вопросом, и, как, куда он, куда он движется, и у не читателей, у меня было сначала ноль читателей, то есть я не беру сейчас Аксеновой и каких-то очень близких людей из литературного мира, но вот читателей было у меня ноль, потом у меня был один читатель, потом два, три, четыре, я считал читателей сначала, то есть тех читателей, которые как-то пытались понять, что я делаю, я считал читателей сначала по единицам, потом вот начал читать уже, ну, даже не скажу десятками, но, как говорил, вот у меня уже есть десяток читателей, и так далее, тут сложный вопрос. Вот в одном из ваших интервью вы говорили, что на нас идет лавина, только это не ледник, это идет лавина глупости, и человечество, по вашему мнению, медленно, но верно оглупляется. Действительно, на протяжении XX века есть уступка, сильная уступка глупости делает человечество, и это видно даже по поколениям, когда теряется какая-то определенная культурная традиция, преемственность, идет сбавление таких вот культурных оборотов. Андрей Белый в свое время жаловался на то, что его современники читают Гегеля по-русски. Он считал, что это позор для современников. Ну вот, ну, вот, это позор для меня, потому что я Гегеля по-русски читал. Вот, но, с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, потом выяснилось, что и Гегеля по-русски немногие читали. Вообще, как бы, если говорить о моем философском воспитании, то, надо сказать, что мне очень дало много встреч с Доридой, с Жаком Дорида. Я встречался в Москве, у нас был целый вечер беседы с ним, с Доридой, и Дорида мне сказал, вы у меня отнимали в Лос-Анджелесе студентов, мои студенты бегали на лекции по современной русской литературе. А я говорил, а вы читали тогда лекции, когда я не мог сам ходить на ваши лекции, потому что у меня были эти студенты. То есть, я имею в виду не его студенты, а мои. Я в Лос-Анджелесе читал полгода, семестр у меня был, значит, в университете я читал лекции. Вот. И Дорида очень, вот, Дорида очень мне много дал, и, все-таки, видите, я, наверное, непоследовательный, потому что деконструкция, вообще, вот, многие вещи, которые современная французская философия создала, Бодриары, и вообще, ну, вообще, Фуко, Барт, для меня не просто имена, для меня это вещи, которые были в воздухе, и которые, мне кажется, я, вот, подхватил каким-то образом, как подхватываешь гриб. и надо сказать, что, когда мы говорили, вот, этот вечер так случился, в Москве мы говорили с Дорида, или с Доридой, лучше так уж освободиться и по-русски это сказать, то я почувствовал, что мы, конечно, очень разные, но мы современники, и понимаем друг друга очень хорошо, мы четко как-то поняли это, и я не хотел быть Доридой, то есть, я имею в виду, и не мог, конечно, и я не философ, в таком прямом смысле этого слова, но, вот, какое-то то, что мне хотелось сделать в литературе, как-то нашло в нем, нашло какое-то, в нем, какое-то понимание. Это я немножко отдалился от этого вопроса, но тут тоже важно это подчеркнуть. А вот, что оглупление, это да, вот, вот в Америке с этим я сталкивался, в том же Лос-Анджелесе я читал сводные лекции для большого количества студентов по-английски, вот читаешь, они не по русской литературе, потому что это для них, они там Толстой, Достоевский, так путают немножко, там, не так называют, так Толстоевский, ну, знаете, шутки, но это так, да, это они, потому что там скачу, как бы в образовании, когда от студента переходят в аспирантуру, там уже идут туда, а студенты, в общем, да, и вот, когда я смотрел, читал им лекции, ну, какие-то общие такие, просто по России, вот, что-то такое, о русской идее, там, знаете, ну, самое что-то общее, что можно было читать, вот, например, кончишь лекцию, там сидят, на роликах приезжай, ну, хорошо, на роликах приезжай, на роликах, на чем хочешь приезжай, сидит, потом, есть вопросы, есть, какой-нибудь такой, тянет руку, скажите, господин профессор, как вы относитесь к ковбоям? Ну, вот, и, вот, ну, начинаешь им рассказывать, что ковбои хорошие люди, мне нравятся ковбои, то есть, в общем, ну, так страшновато, охватывал некий ужас, и, вот, это, вот, таких симптомов было довольно много, и, я думаю, что, как потепление климата на планете, так и оглупление, оно не идет так стремительно, но какой-то вектор найден, и он очень настораживает, он очень настораживает, и, я думаю, что культура, как бы, не научилась сильно, и красиво обороняться против этого вектора, ну, вот, идет какой-то, идут провалы, и даже на моей памяти, вот, знаете, вот даже, вот в Европе, в Европе 90-го года, когда, вот, «Карасавица» как-то пошла, я вот, у меня было гораздо больше, и более, более обширные встречи с читателями, более напряженное, какая-то, журналистское такое общение, и все прочее, и сейчас не от того, что там что-то, как бы, изменилось в моей литературной судьбе, а просто я вижу, что в Европе, вот, некоторая есть, вот такая вот, вот, какая-то усталость, и это чувствуется, и есть некоторое оглупление, потому что и вопросы изменились, и, и, и журналисты тоже иногда как-то выступают на уровне, а вы любите ковбоев, вот, есть такое. Скажите, пожалуйста, кто самый серьезный идиот в жизни, с которым вам приходилось встречаться? Вот, даже не, сразу мне не приходит в голову, то есть, так как бы, так остроумно вывернуться, конечно, можно, но не хочется, просто вопрос задумал серьез, не знаю, может быть, дело в том, что, понимаете, идиот, это слово, которое в русской культуре распалось на два значения, идиот, у Достоевского идиот, и идиот, как бы, вот, идиот, вот, вот, я думаю, что, вот, в смысле, такого, вообще, каждый большой писатель, идиот, так что, в этом смысле, нормально, потому что, ну, как вы знаете, по-гречески, это там, инакомыслящий, так, в общем, понятно, что писатель полагается быть идиотом, и, и, Гоголь был идиотом, вообще, ну, не знаю, как тут серьезно, вот, в таком блаженном смысле, а вот идиот в смысле, вот, вот, совсем не проходим, я думаю, что, вот, союз писателей, как коллективное лицо, был главный, серьезный идиот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Жизнь с идиотом, это рассказ, который имеет, в том числе, и сценическую историю. Это экранизация Рогожкина, и, что самое, наверное, ценно и интересное, это опера Шнитке, поставленное Покровским, и, по-моему, Ростроповичем. Расскажите, пожалуйста, об этом. Конечно, глупо сейчас говорить, о не случайности, встрече вас со Шнитке, и обращение Шнитке к этому материалу. Ну, пожалуйста, об этом. Ну, конечно, это везение. Вообще, мы говорили сегодня о таланте, мы говорили сегодня о батареях, мы говорили о многих, в общем-то, вещах, которые, по крайней мере, для меня очень значительные. Но, в общем, жизнь, она тоже предполагает некоторое везение. Конечно, мне очень повезло с тем, что мы очень близко дружим с Альфредом Гаричем, действительно, близкие друзья, и уже много лет. Сейчас он, правда, очень болен, и в Гамбурге, и я, правда, его недавно совсем видел, но он болен, очень болен. Вот. А мы дружили, и мне, если говорить о каких-то истоках, то мне помогли из современников люди, может быть, не всегда имеющие прямое отношение к литературе, но имеющие отношение к творчеству и высокому творчеству. Шнитке великий композитор, здесь очень много мне помог. Для меня была очень важна также и дружба с Ильей Кабаковым, который много интересных вещей сформулировал и дал мне возможность посмотреть по-новому. И вот так случилось, какое-то такое везение, что после Геота, после армянской поэзии 10 века Альфред выбрал жизнь с идиотом, он сказал, я хочу написать оперу. И я Альфреду говорю, а кто же либретто-то напишет? Он говорит, ты напишешь. Я говорю, я в жизни не написал ни одного либретто. Он говорит, значит, тогда, наверное, либретто хорошее выйдет. Я вот так вот колебался и написал либретто, и получилась такая сильная команда. Значит, поступила заявка из Амстердамской оперы. И у нас была группа, конечно, уникальная. Там Ростропович был дирижером. соло-соло-соло. Борис Николаевич Покровский, который ставил 300 советских опер, очень был важен нам для того, чтобы он поставил оперу «Жизнь с идиотом». Это нужно было в какой-то сложной игре эстетик. Нам не нужен был западный авангардист. Можно было фактически взять любого режиссера. Мы взяли человека, которому больше 80 лет, который ставил 300 советских опер в Большом театре. И он сделал замечательную работу. Я пригласил Илю Кубакова, он был у нас сценографом. А Ростропович привел певцов из Нью-Йоркской оперы «Метрополитен». Американских певцов потрясающих совершенно, фантастическими голосами, которые пели по-русски, чтобы вообще было удивительно. То есть выучили и пели оперу по-русски. «Метрополитен». «Метрополитен». И конечно, когда мы такой командой, ну давайте теперь я как-то совсем уйду от себя, потому что это правда нескромно, мы вломились или они вломились вот в амстердамскую оперу, то конечно это было впечатление очень сильное. Потому что на премьере оперы повалил весь Амстердам, естественно имена были звучные, но Амстердам шел с тем, чтобы поаплодировать, такие, знаете, приехали русские, вот они сейчас нам покажут, а мы им поаплодируем. Вот мы так сказать понимаем, что русские что-то тоже умеют делать, и мы им так вот поаплодируем. И вот когда и королеву, конечно, ну Ростропови всех королев знают в мире, ну и королева пришла Беатрича, вот, и королева сидела, значит, там на жизнь с идиотом конечно страшно было на нее смотреть, страшно. Вот, и представляете, вот идет опера половина первого акта, и вдруг я вижу, как голландцев начинают ломать, и они понимают, что они не вот пришли такие, знаете, так, посочувствовать нам, а там, знаете, кто-то в эмиграции уже, как Ростропович, кто-то еще, вот, это был 92-й год, кто-то, еще так связи не все были восстановлены, вот, а они что-то слышат и видят такое, чего они не знают, чего они не видели, чего они не слышали, чего они не подозревали. нет. КОНЕЦ И такая, знаете, ну, пели по-русски, но там же все у них, сами знаете, техника хорошая. Там шла, таким бегущей строкой шел перевод по-голландски и по-английски, если не помните, значит, вот так вот. И вдруг вот такая благожелательная, знаете, такая немножко светская атмосфера, ну-ка, Раева, и мы вдруг куда-то в бездну полетели. Вот такая тишина в зале и страшно, потому что, в общем, Альфред Галич написал оперу очень близкую по духу рассказу. То есть он даже, иногда мне казалось, что как-то он мне, ну, просто так подсветил вот тот рассказ. То есть это как-то вообще, вот когда гений, он гений, он нашел музыкальные средства, не создать какое-то свое произведение, а высветить это все. Да иногда было, я просто, я вообще, я преклоняюсь перед ним. Вот. И мы летели в эту бездну, и первый акт кончился, и, в общем, мы почти аплодисментов не получили, а королева пригласила, исполнитель не пригласила, а вот как бы Творцов пригласила на коктейль. И мы, значит, там, среди всей этой знати голландской, вот такой, значит, коктейль был, и я подошел к королеве, а мы еще, мы уже с ней были знакомы, потому что Ростропович, конечно, великий Ростропович, мы уже с ним съездили к королеве на ужин, так что мы уже были с ней знакомы. Вот. А она так на меня посмотрела, королева так и говорит, но, говорит, господин Виктор, потому что фамилию Ерофеев трудно было ей принять, но, господин Виктор, говорит, это для меня все-таки слишком сильное произведение. И я первый, наверное, последний, а может быть и последний, не знаю, но я первый раз воспользовался своей жизнью обращением, я говорю, ваше величество, все-таки, вот, я говорю, ваше величество, я говорю, во втором будет еще. Посильнее. Вот. И, а что, я ничего не мог, больше ничего сказать, это я сказал, и вот пошел второй акт, и там действительно, там обороты некоторые нарастали, такие, в общем, и так публику колотило немножко. Я очень волновался, и Альфред был белый такой, и вообще, в общем, мы очень все переволновались, страшно, и вот закончился этот, закончился этот спектакль, и пошла такая абсолютно мертвая пауза. Абсолютно мертвая пауза, и, в общем, это можно было как угодно так прочитать эту паузу, а потом просто вся эта опера, это огромная опера, такая самая большая, наверное, опера, так я-то думаю, на Западе сейчас, огромная опера. Она, значит, вдруг взорвалась, и первой встала королева, она встала и стала аплодировать стоя, и весь зал, значит, взлетел, и аплодисменты продолжались. Конечно, там же засекают, хранили, ну, 35 минут, что-то шли аплодисменты, и наш этот самый, из Метрополитена, негр пел Вову, идиота. Он сказал, на моей жизни это было только два раза, когда было столько аплодисментов, а пел он насквозь весь репертуар. А когда был второй спектакль, на следующий день, и уже пришли не светские люди, которые, как бы, королеву, которую могла бы поднять, и королевы не было, а когда нам аплодировали 45 минут, то тут наш негр сказал, а такого у меня в жизни не было. Аплодисменты. Не могу не рассказать вам для разрядки какой-то, может быть, потому что разговор серьезный получился. У нас была гениальная история все-таки с негром. Значит, негр гениальный совершенно. Пел, у нас там и женщина пела очень, очень, просто поразительно совершенно. И главные герои, я, значит, там, ну, там три героя, значит, Вова, негр, идиот, жена и я, вот три персонажа. А остальные там хор, ну, там, в общем-то, они все подготовились, там, действительно, было хор пел по-русски, сказочный. Ну, в общем, я считаю, что мы, в общем, об этом не стыдно разговаривать. Но с негром, значит, такая история. А негр влюбился в эту оперу, в оперу. И вот в буфете пел по-русски, там, когда обращался, это, жизнь с идиотом полна неожиданностей, знаете, такие арии пел. Вот. Ну, ну, и, в общем, любил. И вдруг, значит, меня вызывает директор оперы, Пьер Ауди, близкий к этим машинам Ауди. Ну, вот, директор оперы, а за две недели до, мы там работали полтора месяца, вот, всей этой командой, за две недели до постановки вызывает меня директор Пьер Ауди и говорит, Виктор, у меня у нас с вами произойдет сейчас неприятный разговор. И говорит, вы знаете, что у нас в Голландии идиота не может негр петь, потому что это политически некорректно. Вы знаете, и мы не можем, мы должны расстаться с, мы должны найти другого, белого идиота. Тогда, как бы, ну, нормально, да, а тут вот униженные, оскорбленные народы, так сказать, вот. И тут вот он, идиота, поет Вову. Ну, я там пытался объяснить, что, так сказать, дело тут не в этом, и все. Он стоял насмерть, и нам, значит, было запрещено. И мы просто ахнули от ужаса, потому что тот уже все выучил, вообще все, и, в общем, у нас так все летело. А, видимо, там какие-то силы сошлись такие, либерально-демократические, которые сказали, что негр идиота петь не может. И до свидания. Ну, вот, и мы просовещались, и я, так сказать, как бы, был, ну, как бы, таким центром этого всего дела, потому что, ну, как бы, текст-то мой, идиот, я отвечал за идиота, а не за звуки музыки, а за идиота. Ну, значит, я был делегирован нашей группой на разговор следующий с Пьером. Я сказал, Пьер, сказал я, ведь, ну, я говорю, ну, негр, это можно покрасить белой краской, будет белый, и пусть поет, в общем. Ну, вот, на следующее, ну, он говорит, ну, попробуем, сказал так разраженно, ладно. На следующий день я прихожу в оперу, рано, стоит, стоит абсолютно голый негр, ничего не прикрыто у него, стоит вот так, расставив руки, и такая голландская ассистентша, режиссера, его поливает спреем белым, все его, все участки тела, которые он должен там по ходу дела показать, и не должен, он, и он веселый такой, поет себе, и, значит, белый, и становится абсолютно белым. Значит, его выпускают на репетицию, вот, и, значит, Пьер смотрит, говорит, на него так, ауди, говорит, он все-таки, говорит, стал еще более негром. Белый, вот, это, говорит, двойное издевательство, белый негр поет в оба идиота, не пройдет. Мы опять в таком ужасе, ужасе, и не знаем, чего уже абсолютно делать, и вы же понимаете, но, действительно, это, не поверьте мне, это не то, что так вот, а вот все, не знаем, ничего делать. И тогда нас выручает Кабаков, он говорит, я знаю, я сделаю ему маску. И, действительно, он, значит, уходит, там, Кабаков, замечательный, значит, художник, и на, уже на следующий день выходит белый негр в маске Ленина. И Пьер Ауди говорит, вот, теперь он может петь. Как вы чувствуете себя, как белый человек? И потом по всему миру много писали очень об этой постановке, действительно много, и потом они говорили, ну вот, ну, в общем, ну, конечно, русские вот выступили вот так вот смело выступили против Ленина. А это был вынужденный ход вообще, ну, вот так вот бывает. Так что мы не хотели так конкретизироваться на Ленине, но мы понимали, что эта маска, то есть, Илья Кабаков понял, что эта маска может нас спасти. Ну, и понятно, что там не то, что там, вы же знаете, что идиот там, он, то есть, когда я сказал, что пел арии, он пел чужие арии, потому что Вова, идиот, поет только слово эх. ПЕСНЯ 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 Поэтому исторической революционной роли у него нет. Он только эх поет. Но мы должны были спрятаться за Ленина, как не раз спрятались в цитатах в советские времена, за него разные ученые и разные другие люди. И с Лениным мы въехали, и вот случилась опера. Спасибо. — Чтобы со сценической историей закончить жизнь, давайте несколько слов о фильме Рогожкина. — Рогожкин – талантливый человек. Я думаю, что фильм Рогожкина, если говорить об актерских ролях, то романцов совершенно замечательный. — Тоже хорошо случилось. Но кинематографически очень трудно использовать какие-то сложные смеси времен, которые заложены в этом рассказе. — Там, мне кажется, этого не случилось. Но там, где действие начинает иметь такую ежеминутную напряженность, там все работает хорошо. И я, в общем, я не писал сценарий. В музыке вообще нет. После оперы Шнитке странно было бы какую-то музыку подкладывать под этот фильм. Я единственное, когда Александр мне позвонил в Москву и сказал, что он хочет делать фильм «Жить с идиотом», я сказал, Александр, спасибо, я очень рад. Какие-то слова, как обычно говорят. Я сказал, я прошу вас только, чтобы не было никакого голого тела в этом фильме. Ни мужского, ни женского, без обнажения. И вот в фильме все одетые. Хотя в рассказе нет. И надо сказать, что мне думалось, что голизна на экране даст совершенно другой. Вот это уже к вопросу о хаме. Потому что в слове, как мне кажется, можно в этом словесном ряду можно делать что-то, чего в другом ряду, наверное, не надо делать. И так далее. Вот как бы интуитивно это чувствуешь. Тут нет законов. Ну, как ты чувствуешь? И надо сказать, что произошла какая-то возгонка в этом фильме, когда все это одето и все это варево страшное в этом фильме идет одетым. Оно произошло гораздо больше возгонкой, чем если бы было какая-то, знаете, там, так сказать, страсти, мордасти на уровне тела. Потому что тело, конечно, на экране, оно играет свою самостоятельную, независимую от словесного ряда роль. КОНЕЦ Я очень трепещу за фильм «Русская красавица». Дело в том, могу вам признаться, что фильм «Русскую красавицу» решили снимать в Голливуде. Вот. И Голливуд, как вы знаете, в общем-то, довольно хамское заведение. Вот. И мне прислали, я был в Лондоне тогда, и мне в Лондоне есть филиал голливудский, Majestic Film International, такая одна из ведущих голливудских компаний. Они пригласили меня и сказали, мы будем снимать «Красавицу». Вот такой договор, вот так и так. Вот. И на следующий день мне в гостиницу привезли такой нормальный типовой договор на 50 страниц мелким шрифтом голливудских договоров с просьбой подписать и отдать. Ну и я вот, продираясь через эти 50 страниц голливудского текста, понял, что я продаюсь им. То есть я не имею права выбирать актеров, я не имею права изменять что-то в сценарии. То есть я просто даю текст, получаю голливудские деньги большие и все. И я вспомнил доктора Живаго, я вспомнил массу других каких-то примеров, набрался мужества и отказался от этого голливудского сценария. Сказал, нет. Отказался, да. Отказался от Голливуда. Не знаю, не знаю, вот это было где-то на уровне 92-го года, не знаю. Не знаю, хватило бы мне мужества это сделать сейчас, потому что, конечно, с жизнью в чем-то мягчаешь. А тогда я сказал, нет, и все, к черту. И не подписал. Так он у меня дома валяется, голливудский контракт. И в это время выплыли итальянцы, веселые ребята такие, восторженные, и сказали, какая замечательная, красавица, будем снимать. Вот. И я им тогда сказал, вот, чтобы у меня был доступ к сценариям, они сказали, да сам напиши. И я сказал, вот, к актерам, да сам выбери. Ну, в общем, короче говоря, итальянские такие. Я очень люблю Италию, так что я это так чуть-чуть пародирую, но, в общем, все. И у нас завязалась такая вот дружба, я написал сценарий, там, вот и все прочее, прочее, прочее. Ну, и вот сейчас мы дошли, значит, да, конечно, самое трудное, это найти, вот, итальянцам все-таки было найти огромные деньги, миллионы долларов, потому что надо снимать. Это большая продукция. Но они, значит, сейчас получили деньги во Франции, получили деньги в Швейцарии, в Люксембурге. В общем, это будет такая европейская продукция. Вот, и все уже, все сделано, и мне страшно, я вам скажу, мне страшно, потому что все равно не я буду снимать, и не знаю, что будет, и не знаю, что. И, наверное, на русский рынок придет этот фильм, в общем, и, в общем, снисходительно отнеситесь, или лучше вообще не ходите. Не знаю, мне страшно, правда, что будет с этим. Виктор, вот осталась записка с прямого эфира. Как вы относитесь к тому, что вас называют основателем постмодернизма в России? Дело в том, что постмодернизм, это так же, как импрессионизм, это такое случайное, как бы, название для определенного состояния воздуха в культуре. Я думаю, что если, как бы, отвратиться от этого, в общем-то, малоприятного слова, постмодернизма, в которого вложили разная начинка, потому что есть западный постмодернизм, очень не похожий на российский, то, в общем, можно как бы признаться, что все-таки то состояние воздуха, в котором, вот, если вернуться к Дорида, вернуться к французской новой философии, то можно сказать, что да, я где-то там действительно близок к этому. Но это вот состояние воздуха, я не знаю, там то же самое с импрессионистами, они то же самое с экзистенциалистами, как вы знаете, и Сартер отказался поначалу быть экзистенциалистом, Камю вообще всегда отказывался, Габриэль Марсель тоже, а потом вот все-таки они вот экзистенциалисты у нас стали. Ну, так и здесь, видимо, отказываясь, не отказываясь, видимо, все равно записали, никуда не денешься. Видно, по состоянию какого-то воздуха я принадлежу этому, и там это, в общем, большой разговор, что, если не отделаться шуткой, что значит постмодернизм. Но, да, это, в общем, какой-то, так сказать, переход на какие-то другие, на другие измерения в культуре. Но я не знаю, как насчет того основатель, там пишут действительно, что основополагатель какой-то постмодерна, я тут российского не знаю. Ну, во-первых, не мне судить, во-вторых, я, так сказать, не работал в системе лидера этого направления, как вы знаете, никогда не работал в этом плане. А если он, так сказать, получил такую наклейку, ну, что тут, значит, ничего, то есть не страшно, но никак, не греет и не холодит. Ничего, никак. Спасибо. Вы в одном из своих селезионных интервью говорили о том, что получается так, что по жизни вы предатель, потому что для того, чтобы художнику двигаться дальше, он постоянно должен предавать то, что ему уже освоено. И вот как далеко может зайти художник в цепи этих предательств? Как вы для себя это определяете? И какие предательства были вами совершены? Это тоже как прочитать такой рассказ, сказать, что писательство – это предательство. У меня есть такая фраза. Вот, понимаете, если так сказать, как бы на неподготовленной аудитории, то могут действительно поверить, что я какой-то предатель, который предает людей и все прочее. Но я имел в виду вот именно ход конем в литературе. Чтобы что-то сделать свое, тут надо не быть продолжателем, а от чего-то надо решительно уходить. И метафора предательства – это был резкий ответ критикам, которые, так сказать, именно к этому меня и подводили. Также то же самое могу сказать, что вот в этом трехтонике есть статья, которая называется «Место критики», и там вы открываете, там написана первая фраза этой статьи «Место критики в Лакейской». Но это не значит, что я, так сказать, всю критику возьму и отправляю в Лакейскую. Это, так сказать, это полемика, это обнажение каких-то. Понимаете, иногда так получается в нашей культуре, что чтобы быть услышанным, надо сказать что-то такое, что прозвучит достаточно резко и определенно. Потому что наши уши заложены, заложены разного рода житейскими делами. И культуре действительно бывает трудно, особенно когда человек начинает. Вообще пробиться сейчас в культуре очень трудно, начинать трудно. Я сейчас, в общем, наверное, таких резкостей не допускаю. Как бы те, которые хотят меня слышать, те слышат. Но вообще, в принципе, резкость в культуре, это вот как резкость рок-музыки и звучание на полный динамик. Это то, чтобы вот услышать. И этот момент как бы вне смыслового контекста, это момент выйти на этот контакт. Действительно, но это тоже вопросы оглуплений и всему прочему. У меня вопрос в развитии разговора о предательстве. Ваш роман «Страшный суд» до какой-то мере повторяет матрицу русской красавицы. Там бог, дьявол, женщина, мужчина. Конечно, идиотский вопрос о творческих планах. Но будет ли это развитие темы, пользуясь вашим любым термином, мета-роман? Или же вы готовите совершенно новый ход к нему, некоторые предательства и совершенно что-то другое? Конечно, я знаю, что будет третий роман, по крайней мере. Потому что это обязательно, там просто, там есть место. Вот как бы красавица и страшный суд. Причем, вы, наверное, заметили, что я беру, я банализирую название книги. Потому что это, в общем, почти китчевые названия в нашей культуре. Так что эта банализация названия, она тоже часть какой-то работы над текстом. И думаю, что вот после красавицы и страшного суда, там есть еще какое-то место. Вот я его чувствую, но еще пока вот есть там куда идти и чего делать. Кстати, Виктор, спешу сказать вам, что вы сами того не ожидая, стали виновниками некого политического скандала на местном Саратовском уровне. Вот сейчас вот сидя здесь. Сделать в том, что у нас параллельно с нами шла прямая линия на 12-м канале. У нас здесь вот такой 12-й канал, вторая садовая. Шла при Байлине с некими саратовскими чиновниками, достаточно высокопоставленными. И вот эту записку по ошибке приняли и передали им. Какой вы национальности и почему вы уехали в советское время, когда вам было плохо. Так что, хотя бы исходя из этого, можно понять, что... Вот видите, это везение, это везение, это вопрос везения. Субтитры создавал DimaTorzok